Я пропущу видео, а откуда начнётся? Нет, плохо пропустил. Так, окей, выбор главы, поехали. Выбор главы, значит, посмотрим ещё раз. Вспомним, так сказать, о привью... Как это говорят? Привью с ней. Ранее в сериале. Короче, сейчас у нас утащат Геру. Непонятно, что у нас такие лохи, короче, в отряде. Они просто так взяли и отпустили. И как бы всё. Судя по всему, нам предстоит драка с бараком. The city will never be ours, until the Kirin Tor is dealt with. Come with me. Да, когда в Рузии будет анархия. Это мы слышали, слышали, иди нахочи. Слышали, слышали, уходи, уходи, уходи. Вали, провали, провали. Я тебя всё равно в конце судя, что повезет. А, сейчас Сабзирыч туда убежит. Да, 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 да. Сабзирыч убегает, хорошо. Эпа стрелять не успевает. Бихань, всё. Отсюда, вот здесь, мы заходим. Посмотрели буквально один. Мы не лишнего, но вспомнили хотя бы, чем закончилось. То есть Сабзирыч теперь получается хороший, да? Good, так сказать, man. Надеюсь, тебе нравится, Хаос. Он может сбежал-то, потому что к нему в отряд захотел. Потому что, ну, мудак, походу, делал. Таня, взять её. Императрица, возможно, она заслужила прощения. Она помогла нам в бою. Только потому что у нас был общий враг. Она причастна к святой матери и не заслуживает пощады. Может и нет, императрица. Но в этом кризисе нам нужна её помощь. Нужно это обсудить. Это тебе. Баттл детектед. Как пожелаешь. Что делать, Дерми? Как, блядь, недовольнышки? Думаю, сразу простят тебя, серьёзно. Сабзиры просыпаются с трудом. А Сабзирыча вырубили, судя по всему. Сабзиры просыпаются с трудом. Так, надо злой герос, а хорошую героса по улыбке. зачем он одаренный боец что такое комедог? ты не знаешь? взгляни мы тоже не знаем что такое это могущественные древние реликвии если использовать их вместе они могут изменить реальность этой линии моим гениальным открытием было то что они могут менять реальность других линий если напитать их кристаллами времени его разум не уступает его силе почему ты не стал захватывать Люкана? зачем тебе Герас? потому что он единственный кто жил во всех предыдущих временных линиях а значит его кристаллы времени содержат основные элементы всех текущих линий когда мои комедогу напитаются ими я смогу изменить все линии по собственному желанию не обречь нас всех на анархию не обречь а возвысить улучшить как и тебя когда я закончу пилищ бля тупо вверх ногами нахуй короче прокололи ему глаза судя по всему держи горло этот новый хавик отличается от нашего который помог восстановить шау он хочет не свободы а сжечь все дотла стравить все временные линии и смотреть как они сражаются наш хавик не был таким безумным потому что я изменил его судьбу когда переспустил бремя встреча с титаном хавиком доказывает что не зря сначала шансун теперь хавик неужели угроза этих титанов никогда не иссякнет скажи как выбраться из этого кризиса мы должны спасти гераса до того как хавик получит от него что хочет я отправлю несколько легионов китана ваше величество они нужны здесь побег шау его новое восстание ставит внешний мир под удар и я тоже не могу уйти потому что так подвергну опасности самую временную линию и ты считаешь что поэтому нам нужна сектор они из царя с мильплей их учили выполнять подобные задания а еще они здесь с нами я могу отправить их немедленно под командованием скорпионов мне не нужна их помощь я пойду один это неразумно не сомневайся сайрекс хочет исправить свои ошибки и не сомневайся в ненависти сектор к хаосу хавика или ее в желание вернуть саб-зиро ни одна из них не предаст тебя довериться сектор ты уверен? нет и я не уверен что могу доверять тебе но люкан прав нужно действовать это не хуясь мы такую большую заставку пропустили типа бы пропустили бы ты поняла условия своего освобождения главная задача вернуть гераса спасти биханя вторично мы спасем его только если это не поставит это понятно незабываемо вперед люкан ждет мне кажется я со временем привык называть люканга люкана вот так вот так вот все изменяется тыкают тыкают люкан 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 ну пиздец не знаю он всегда в детстве у меня был люкангом ну потому что так было написано люканг почему в этих вот китайских языках не читается то есть оно там как бы есть но его там как бы не читается я не знаю почему никогда не видела ничего подобного я тоже не отвлекайтесь он отчитал меня как какую-то послушницу успокойся мы не спасем нашу временную линию если будем ссориться между собой так когда кризис закончится мы разрешим наше разногласие так сектор красный сектор красный сектор красный не подчиняйтесь правилам не следуйте законам делайте все что велит сердце все что хочет ваше тело свято с момента вашего рождения слуги порядка мы отправляли вашу раду родители говорили во что верить жрецы говорили как маклаяц политики как думы владыка хавик очистит вас своим хаосом он промоет ваши души благословениями он исцелит вас своим совершенством только он может спасти вас от забвения порядка от жизни во умертвляющем подчинение служит это безумие мы должны найти гераса здесь чё блять за солдат незапно кто взялся ну чё то хаос то у них такой себе на самом деле какие-то бомжи алкаши хуй пойми чё вообще что это такой это какой-то Джонни Кейджи я по лицу пока не понял не показали каким планом возможно это кинофильм Джонни Кейджи шланга хе 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 бля этот апперкот не апперкот это шлагбаум бля мы знаем это Ты возглавляешь наших противников. Лорду Хавику нужны их имена. Хватит трепать языком. Он от меня ничего не получит. Лучше не кейтвы, да? Когда он сломает пиоманта, ты будешь следующим. Имя? Джонатан Кейдж. Звание? Подполковник. Сирийный номер? Отвали. Если он возглавляет сопротивление, то, возможно, знает, где найти Гераса. И криоманта, которым говорил Таркатан. Наверное, это Бихань. Согласен. Да, местный Джонни Кейдж и звезда просто только солдат. Возглавляет сопротивление. Добро пожаловать на вечеринку, красотка. Как тебя зовут? Зови меня Сектор. Я буду звать тебя, как захочешь. Я обожаю сильную женщину. Так, ну ладно, окей, вспоминаем. Не играл я в этом, блядь. Вчера в Моркл Кобок я играл последний раз. Вот он в серию записывал. Сегодня еще не играл. Вот, блядь, сколько прошло? 13 минут, а мы только заставки смотрели. Да, окей. Ладно, нормально. Сейчас приблатыкаемся, придрочимся. Так, у меня 1000 хп. А почему, блядь, 1000 хп? По-моему, в прошлой драке было 980. Нет, не выебывайся. Я знаю все твои удары, я знаю все твои при... Да, 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 блок, блядь, дай блок нажму. Блок, сука, опа, хуйцатор. А, ты здесь нельзя отжимать. А почему, блядь, когда блок стоит, серия, что-то не прерывается, что-то? Мне кажется, если в блок попадаешь, то серия должна прерываться как-нибудь. А нихуя? Ну, допустим. Допустим, допустим, хорошо. Держи свои зубы при себе. Плохо, блядь. Поехали сразу, опа! Красиво с ноги Суперкота. На, нахуй, на. На, хорошо. Где у него какая-нибудь серия, блядь? Раз, а, раз. Блядь, как это у меня получается? Я нажимаю чуть-чуть случайно вообще. Так, ну-ка Джонни Кейджи вызовем. Ладно, лох. Ладно, лох, окей. Да спой, блядь, подожди, достава, та-та-та. На, нахуй. О, красиво, Джонни Кейджи. А на лбу... Блядь. Оп, пульца там. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... рептилии рептилии там прекрати блять сейчас делайте потолблоф нормально 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 тихо тихо вот красиво не надо потолблоф мне давай 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 ага на нахуй хорошо сейчас опасно мне дотягивает а потому что сейчас него потолблоф отлично теперь мой потолблоф на самом деле прям унылые какие-то жестко блять у него блок стоит пизда нет не стоит отлично у них ряльки это фатолблоф раму эти ребра прям какой за все враги здесь такие не умеют я уже не могу смотреть на девчонок дух меньше флирту и больше делись хотим хаос вы защищаете порядок он будет уничтожен ну да ну да ну да ну блять ты ловко серьезно стоит и бать его стоянка такая типа вообще попу и не при делах пацан стоит типа ну и фото лодокей для какую серию дали пропали вот лично серия а аааа вот что-то там ттх бля удавить рай свой некромант ебаный слышишь ты на диспот да 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 ноги и руки откуда блять они у тебя вырастают чё за хуйня вообще на то это я или это он подожди ой какой хороший удар с прыжка двойной да сука слышишь ты на я сейчас сделаю тебе удар с ноги почему не улетает тихо 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 мне кажется они на это выросло эти блоки вообще плюс к не ставят я не буду жалеть потолбову я буду выигрывать каждый раунд у тебя много душ но мало мастерства отлично отли ой вот эта серия хороша пошла полкова-памятная как делать сбивание импортийте сломки сломки без как делать сбивание серии подожди а список приемов теневой рывок по шрамам блокирование активно вот эти вот у меня же есть типа вот вот это ходишь и прервать серию как она называется когда он живет нажимается так а что у меня хп-шки меньше я живел эту игру в смысле ты блок начал ставить серьезно ты дурак не вздумай так делать больше никогда на хоть хорошо 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 блять вот это вот как вот как вот по все кнопки нажимаю не фейн сработал контратака задержка спокойно друга спокойно друга спокойно другая так просто не убить да блять третий подряд ты чё за чертовщина может быть там кто-то поможет из наших а где у рептилии ящики у меня нет уже она же плоднокровная надо было вот в этой форме миде никогда не видел затаранца ты про него блять три драки подряд лорд хавик приказал схватить тебя живой и мертвой тебе решает спокойно заходим удара хорошо отлично суда же заводим нормально отлично хорошо отлично хорошо засудом судара всегда заходим всегда заходим столица отлично отлично сбороки пробиваем красиво блять поехали садара блять я говорил это блоки не ставит они в ставит пиздец только в путь отлично отлично блять давай флавли с виктори давай давай обидно я его один удар за таранцией никогда пока были смотрят пролези таранцы допустил конец сразу короче у меня почти был флавли с виктори ну вот я уже прошел потому что научился практически драться он всеми приемами владела в идеале море киберспорт уже идти и все будет зайти отлично я уже все как контрю все его атаки короче говоря просто полностью отлично 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 точно ладно молодец на хорошо так тихо 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 блять как больно ей вам оба а так как он вниз наклонился это нечестно так потолбов сделаешь нет сделать поехали поехали в того сделаешь нет ами мимо на мимо блять давай втолбов давай давай хорошо не успеешь мне кажется не успеешь сделать столбов ага до свидания я выбираю свой путь ты ранен а не царапи передай мое восхищение твоему партнему отличный костюмчик подполковники чаймер сша 44 пехотная дивизия сначала я сражался с битлером во франции а потом внезапно оказался тут и сражался с какой-то мразью хавиком в нашем мире есть правда вы почти не похожи 6 месяцев назад меня бы это поразило а сейчас я понимаю что меня нас целая кукла смешение миров устроило моему мозгу полный абзац обзор подполковник что случилось спокойно друзья он со мной аргусу вы в порядке от меня осталось бы мокрое место степнете ребята император это сектор и черт простите я не услышал ваши имена скорпио это сара я рэй не нужно обращаться ко мне по титулу у меня больше нет империи хавик отнял ее полагаю вы его последние жертвы пока выглядите вполне сноса хавик недавно вторгся в нашу временную линию и похитил того кто позволит ему уничтожить ее мы пришли вернуться и мы пытались сокрушить хавика но безуспешно наша атака на его цитадель провалилась много народу померло жена рэй на пони попала в клетку завтра она будет сражаться на арене по приказу этой извращенцам сражаться до смерти тот кто по тот кого похитил хавик я думаю в стадель там хавик проводит все свое время проведет можно не конечно но вот попасть туда и найти вашего друга это совсем другой калинку жена рэй на единственное кто знает пока не поздно я благодарю вас за помощь но знаете смерть все какие-то суперзлодеи суперсильные пацаны стали просто какими-то подсосами хаоса рядовыми противниками это уже какая-то хуйня если честно тот же он план чьи блять он же был жестким пиздец вот какой-то заключил парень халдун без сомнений фрост победит все ее вариации что сражались здесь были очень свирет надо было оставить кронику живых когда я забрал ее песочные часы тогда я смог в то что сотворился она была бы возненавидела происходящее сама виноват увидела во мне укрот для найти хотя бегают как-то беспально стараются там когда нападали на свадьбу там же пиздец все открытые уголы здесь столько харика и все одинаково отмирали рейко или мэй правители от которых избавились мы станем тоже любили проложить суд но и Значит, тот, короче, выиграл, который был с сестрянкой. Энши победил. Друзья, друзья! Если вам понравился этот бой, то вы будете в восторге от следующего. Нас развлечет новый боец. Та, что осмелилась сопротивляться. Привет! Таня! Что-то у того там меч загорелся, что-то не в порядке. Он может быть предатель какой-то или что-то. Да хватит ее бить-то, блядь, у нее драка сейчас будет. Снеси его башки, нахуй. Вот, по себе. Ну да, блядь. Да это нечестно перед дракой бить бойца. Если она пострадает, прежде чем... Не волнуйся. Мы устроим им сюрприз до начала битвы. Хаос в секрете. Че у тебя? Че у тебя загорелось? Блядь, он вот тыкнуть хочет сейчас. А-а-а! Бля, спалил, короче. Ебать у нее сигнализацию. Получается, на эти на движение реагируют. Похоже, у нас неожиданная, но приятная и неувязка. Закашляйте, не будет. Вот они будут союзники в битве. Что происходит? Серьезно, один мужик может вот так вот спокойно всех хуйнуть? Я что-то не понимаю, как это работает. То один на один все проигрывают, то один всех... Рейн, что ты делаешь? Тебе не должно здесь быть. Без моей императрицы я не император. Мы слишком рано праздниться. Бой только начался. Кто они? Друзья, Таня. У вас не было и шанса пробраться сюда незамеченными. Меч Кенши отлично находит нарушителей. Я не ждал вас троих так скоро. Ваш Люкан поступил хитро, перехватив инициативу. Спускайся, Хавик. Мы ждем. Да. Разбеги своих приспешников, сразившись лично. Вы бы умерли слишком быстро. Мои последователи заслуживают большего. Блядь, а как они потом? Типа, их же надо подбирать, потом эти руки-то ходить. Там, поди, блядь, разбери, где чья. Ну, блядь, толпа Хавиков обычных, это лошадь. Хотя им, походу, эти всякие фаталити и всякие фаталблоу не очень сильно вредят. Они же спокойно восстанавливаются. Блядь, вы вообще с этих пусков выбрали. Я не все из пусков. Бля, краска спасла. Да пошел ты! Это будет наш следующий фаталблоу. Митара. Бомпир? Демон? Хавику стоит приложить больше усилий. Когда мой Крис убьет тебя, крушение порядка ускорится. С каждым его ударом моя душа еще на шаг ближе к хаосу. Так, Рейн, окей, Рейн у нас кто? Это у нас дождевой, который, да? Который нам делал, да, правильно. У нас лучшее тут работа. Пальшмахерская, бля. Империатор Рейн, спокойно. Что ты умеешь, давай показывай. О, красиво. О, это я помню. Блядь, серьезно? Это новая DLC, сука, за 50. Блядь, это DLC стоит как полноценная игра. Видите? Как полноценная игра. Я на ютубе глянул на средний тайминг, сколько она проходит в DLC. Там два часа. Два часа, нахуй, за стоимость целой игры. Два часа по стоимости целой игры. Да, блядь. И при этом еще и бойцов старых играет. Я, конечно, понимаю, что это сделано для того, чтобы мы постоянно за сектор и за сайвикс не играли, потому что это стоябывает. Но, блядь, а вы передумываете кого-то еще нового в конце. Что за дела? Блядь, не туда. А подолбнул. Мне, серьезно, мне кажется, что вот это смешение временных линий, смешение персонажей, смешение всего вот этого, делает персонажей более безлипкими. Раньше каждый персонаж это была какая-то личность, какой-то этот там, блядь, что это вот так? Какая-то, правда, как-то из Навального какая-то была чертача. А сейчас все как-то смешалось, все, блядь, перемешалось, и все стали каким-то одинаковыми и непонятно. У меня вот почему-то такое ощущение. Не знаю, куда ты, блядь, поехал? Да-да-да, я что-нибудь, блядь, суперудар какой-нибудь сделал уже в конце этого. Ёбаная вода. О, нормально. О, красиво. Танюха подъехала. Спокойно. Спокойно. Да, тихо, тихо, тихо. Тихо. Бля, не попал, прикинь. А-а-а, ты контрудар сделал, спокойно. Так, а что такое? Она должна была вновь попасть? Да в смысле? Как это, блядь, делать? Как они делают вот эти ёбаные блокировки? Я тоже почувствую. Пока я жив, я буду сдерживать анархию. Они одолеют нас, если мы не сбежим. Сюда! Небазь, она просканировала железки и увидела, что там открыто. А-а-а! Шао Кан. А, это я с Синдер Хаута. А где Шао Кан? А, вот. Привет, не он, вроде он. Бля, ну молоток не вы. Отличная работа, муж. Они в наших руках. Они сражаются, как Рейко или Мэй. Мы одолели тех тиранов. Справимся и с этими. Я верю в Аргуса, Делию и тебя. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Ой, блядь, да куда ты? Вот, видала шарик, нахуй. Тихо, блядь, не пиздец. О, он перекидывает с удара прям туда, что ли, через экран? Ну, не дури. Блядь, вот этот имбовый, короче, удар просто на одну кнопку. Вот это будет. Хе-хе-хе. Он мне кажется, он бьет просто по всей поверхности. По низу, по верху, блядь. И посередине, и куда угодно. Спокуха, нахуй. Ой-ой-ой-ой-ой. Блядь, сейчас фотоблог пойдет, да? Ой, хорошо, как в шансунгах. Давай, фотоблог, ладно. Ну, посмотрим, если кто-то. Я свой фотоблог в этом раунде использовать не буду, потому что у меня очень много хп-шки. А, блядь, ну, это типа начало хавика, оторвали ноги, блядь. И он, типа, должен быть живой. Во, да он так, он прям куярит через экран. О, да и унесут тебя. Хватит, двой, блядь. Чего-то, блядь, чё-то такое. Почему он не дамажит, ничего не делает. Я чё-то не пой, блядь, я чё-то не понимаю. А, блядь, как ты стреляешь там, блядь? Хорошо. Нашел стрелку нормально. Чё-то этот шар, ебаный, какой в нём смысл? Какой смысл, блядь, в этом шаре? Я не понимаю. Типо он в него встает, но называть какой-то шальной портал, этот, ебаный, а то он вообще не готовится. Блядь, как же хорошо ударку исходит. Да тихо, блядь. Не выебнуйся. Да прекрати ты свои визги, ебаный. Дай подойти-то, заеб... Слышишь, блядь, дай подойти! Завни... Чего? Какой нахуй внешний мир? Ты о чём, блядь? Ты о чём, Майк? Ты о чём? Ты о чём? Объясни мне, ты о чём? Поебалка, ты чё? Тираны всегда кипят. Я обожаю твою смекалку. Это одна из причин, почему ты вышла за меня. Чёртовы голубки! Смотрите сюда, они друг на друга. Узрите тех, кто дарует вам смерть. Серьёзно, ты нам даруешь смерть? Ты чё, блядь, да? Ебать у тебя кувалду, конечно. А почему он так мало бьёт? Вот это вопрос... А, блядь, я бы понял, да. Короче, ладно, он бьёт мало. Там, в принципе, он там на этих написано, на полосках. Но бьёт он мало. Мне кажется, что Аутан должен быть гораздо больше. А он чё, прям какой-то тухой? Да что это за портал-то, блядь? Чё он делает? Я просто, как бы, лучше уж не видеть чуть-чуть хп-шки, чем, блядь, постоянно в заставках не видеть полэкрана. Я считаю, что так, нормально. Когда меня убивают, там и так уже видно, где моя хп-шка. Так, спокойно. Главное, не дать ему фотолбовник сейчас. А у него нет фотолбового, он мог, блядь. Ха-ха! У него нет фотолбового. Смерть не подойдёт ни на шаг. На-на. Блядь, так мало нанёс, пиздец. Мне кажется, нужно смотреть на пи-шку противника, потому что моя пи-шка, если она мне почти не убивает. Чуть за удар, блядь, это захват? Чё такое длинное? Это чё сейчас было? Он просто не отлетел, блядь, от моего оберхотца, серьёзно? Ха-ха! Во, е-мать! Сработало хоть раз в жизни, блядь! Портал сработал, серьёзно? На, нахуй! На, блядь, хорошо. У него нет фотолбового, он лошара, пиздец. Никогда не спеши завоёвывать внимание. Нужно добраться до туннеля. Да, как можно скорее. До туннеля. Сложно сказать, до туннеля. Чё он их отпускает? Ему типа похуй. Это будет забавно. Ему типа реально похуй. Или он уверен в том, что туннеля не пройдут? Так, ловушки какие-то пошли. Они вообще подвиги не смотрят. Ебать, это же резидент какой-то пошёл. Только вместо этих лазерных ключей, вот эти вот колючие проволоки. Блин, а интересно, если Хавику отрубить голову, а не сам он её себе оторвёт. Он остановится? Или он останавливается, только когда сам отрубается? Побег провалился. Побег провалился. Через интерком. Побег? Туннель — это вход, а не выход. Теперь мы в лабиринте. Он постоянно изменяется. Его ловушки гениальны. Его обитатели ужасны и смертоносны. Не выживет никто. Я наслаждаюсь придумыванием новых способов убивать. Мы тебя не порадуем. Мы здесь не умрём. Смерть неизбежен. Вопрос не в том, как она настигнет вас. Мы переживём эту бурю вместе. А чё Скорпион-то сидит? Жарь, блядь, ёбаный. Скорпион, Сектор. У вас же огонь. Чё вы не жарите-то? Неужели вот охота лишний раз руками махать? Блядь, у него щит и наплечник с Америкой. Он типа какой-то пародия на Капитана Америку. Я реально не понимаю, зачем махаться с обычными бомжами, когда можно просто этот, как его... Можно использовать спецприём какой-то и зажарить, там, взорвать. Захуярить. Это бесполезно. Она слишком толстая. Вот так незадача. Позвольте братству хаоса помочь вам. Поняла. Остальные идут дальше. Пойдём и мы. Согласен. Вперёд. Короче, нас разделили 3 на 3 или 3 на 2. 3 на 3, да. Прошу, разберитесь остальными. Император и императрица наши. Это типа тёмный император и императрица. Я не удивлен, что вы примкнули к Хавику. Вы пойдёте на всё, либо добиться власти. Не получай нас. Вы не лучшие. Поэтому вы украли наш трон. Мы действовали ради внешнего мира, а не себя. Мы освободили его от порочного режима. Это другие какие-то императрицы Римы и император Рэй. Это же всё обычные какие-то подсосы бывшие. Почему они стали императорами, хуяторами? Не надо, блядь. Опа, нахуй. Фонарик уебался. Ладно, дать прекрати, блядь. Ты какая-то, блядь. Ой, хорошо, пошла серия. Вот, чё он сделал? Чё он, блядь? Чё этот портал сделал? Ничего не сделал, нару. Какой от него смысл, блядь? Засоси её хотя бы, мне не знаю. Съешь её, блядь. Замочи. Сделай так, чтобы она подскользнулась. Ничего не будь, да хотя бы проведи какую-то атаку-то. Ёбаный портал, я зачем такую-то вызываю? Тебе не стоило властвовать. Не понимаю, что... Не понимаю, короче, этих всех вот этих вот. Не понимаю, аккуратно. Тихо, тихо, блядь, ты так быстро. Да хватит там на свой посох-то любоваться. Да ты чё, блядь, тебя зажали, дурик? Ты чё делаешь-то? Ну её, блядь, она просто уничтожает, блядь. Чё случил? Охуеть. Сейчас твоё восстание закончится. А чё ты меня так раскидала? Ты ебанулась совсем или чё, блядь, я не понял? То есть до этого я её только так ушатала, у меня взяла, блядь, раскидала. Чё за хуйня? Законный удар, даёшь, блядь. Я здесь. Хе-хе-хе. Я здесь. Ударки нахуй, я пикал. Так, теперь главное в толпу идём. Если на... Блядь, если на потолбок её попасть, то лучше попасться сделать это, когда у меня дохуя хрп. Потому что если у меня не будет дохуя хрп, она может меня просто победить. А я не хочу, чтобы она меня побеждала. Хорошо. Аккуратно. Тихо. Блядь, вот у неё фотолбол. Бля, а может Флавлис Виктори теперь сделаем? Прикинь. Прикинь Флавлис Виктори! Ха-ха-ха! Вы никогда не вернётесь к власти. Это Сектор. Надо помочь. Так, ладно, давайте на этом закончим. Чтобы сейчас там пошла как бы новая сюжетная сцена и новая драка. И всё мы это дело посмотрим на следующий день. А пока что! Ссылка на вы сейчас сами под видео. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь, на канал, подписывайтесь, на канал, лайки, на канал, подписывайтесь, на канал. Всем пока! Раньше здесь был пауз. Ребята, добро пожаловать. Вернулась та самая новость, которая была вот два назад, которая называлась. Винди, что ты наделал? Там опять какой-то разгон возле Винди. А я и не в курсе. Я обожаю на Винди. Ребята, честно, меня хлебом не корлить, дайте смотреть на Винди, который вообще не появляется. Итак, поехали. Разоблачение на Винди, ребят. А, значит, если вы скажете, что это полная хуйня, так, ну мы же ещё не прочитали, откуда вы можете знать. Винди оправдывает педофилия. Он динамит модерацию и плюёт на подписчиков. Короче, название, название просто хайс, если честно. То есть, типа, знаете, как будто на Хэллоу-блогеру. Я там, он на Винди, на грацию и на подписчиков. Что же скрывается за спиной у этого интересного и, в сков-кавычках, не конфликтного человека? Зачем мне смотреть стинта на два часа, когда я сейчас сам его смотрю? Потому что стинт, он новичок в этом деле, понимаете? Стинт, он новичок, а я-то новичок. Я думаю, человек, который это писал, никак не ожидал. Он общался с авторами. А кто ещё общался с авторами, знаете? Нет, не стинт. Нет, не второй альтер-эго стинтар. Я общался с ними. И если вы вспомните, если вы давно меня смотрели, то уже ровно как два года назад прилетал нам такой донат. Смотри, что делает Винди. Они писали, что он им не платит. Типа, помните? Помните, что-то такое было, где мы их разъебали по фактам? Весь чат их разъебал. А потом мне прилетело письмо о том, какой я художник. И что зря, наверное, они попросили меня посмотреть эту информацию. Чтоб вы знали, ровно тот же человек занимается вот этим сейчас. То есть за два года у человека больного нахуй. Не хватило с ума. И перестать заниматься такой хуй вбросами. Мы узнаем, брос это или нет. Но что-то мне подсказывает, потому что мне сегодня стинт выпал в рекомендации. Два часа ролик. Я посидел, минут 20, посмотрел. Я понял, что у стинта там с жопой рвется. А мы немножко с симптомом мнения очень схожи. И если там стинт орет, говорит, что за хуй... То значит, скорее всего, тут жижа, ебать. Так вот, значит, она писала. Володя, привет. Очень сильно хотела тебе давно рассказать. Додумала, что лучше... Э, напоминаю. А, 25 февраля 24 года. 25 февраля 24 года. Сообщение пришло. Я просто заскринил это письмо. Очень сильно хотела тебе сказать. Думала, что лучше не стоит. И спустя время поняла, что зря все рассказала. Еще тогда тебе в дискорде во время разоблачения на винде. Володь, ты правда моральный урод. Как и весь твой язык в печатке. И если ты меня подпекнешь за агрессию, то скажу, ты не отличаешься от меня, не на каплю даже. После того стрима я получил угрозы смерти, тысячи оскорблений в свою сторону, обсуждения других уродов только уже на видимой ютубе. И это не просто 15 человек, которые гнобят, а несколько тысяч, которые не давали мне покоя. Подумай, что я такая изнежная, что не надо было хуй потворить. И у меня тот же вопрос к тебе. Из какого хуя ты продолжал смотреть письмо, понимая, что это не полезно. Зачем надо было отновить моими сожителями по-разному письму для одобрять унижение страны такого чата. Значит так, это письмо я могу читать еще буквально минут пять, если хотите. Там вот столько еще текстов. Если хотите, могу дальше зачитывать. Но мне Максим сказал, что именно с ней он и разговаривал. И человек, видимо, ну, зоенный год, который он там думал, ну, решил не остановиться, а копать еще что-то. Ты понимаешь, что ты больной человек? Женщину не поворачивайте язык для названия, потому что ты живешь ради того, чтобы плохо человек был. У тебя смысл существования твоего, как насранник в лобе. Ты больная. Я не знаю, складывается ощущение, что тебе мальчик нравился, он тебе в личку сказал, пошла ты на... И ты на него так обиделась, что два года ты уже ему срешь. Напоминает мне на самом деле эта история, как сука с этим было. Как с Максом. С кинтом, где в конце девочка, он с ней общался, которая пришла из аудитории этого, господи, сейчас скажу. Скажи мне, я скажу, я забыл уже, блядь, как его. Дизи. И где в конце девочка такая берет, и в конце всего разговора, где Макс пытается в ней найти информацию, вдруг выдает под конец. Я надеюсь, ты ко мне не подкатываешь. Кто не смотрел эту реакцию, бля, видели бы вы ебаник Макса в этот момент? Он аж оху**ал такой, типа, чё? Прям очень похоже, очень похоже, не знаю, то есть ничего. Короче, давайте смотреть. Вдруг, вдруг здесь реально, ну, по факту, да? Вдруг здесь по факту, а я просто сейчас жиж какой-то навалила, я неправда. Придется, какие свои слова? План текста. Оправдание педофайл. Осуждают. Гнобит участников и бывших мудро-трублый элитные хаоситы. Блядь, как слышно. А вот это вообще просто. Это, ладно, оправдывание педофайл, но вот это. Я вот так должен отреагировать, как мне его подпишет, вставлять комментарии с содержанием хейта в его сторону. Вау! И что, блядь? Вот два пункта. И что, нахуй, дальше? Ворует идеи для ролика накрутка подписчиков. И что дальше? Первая причина оправдывания. Вот это серьезная причина и для этого требует как-то педофайл. И что, блядь, как-то, ну, навалить? То есть, ну, просто, просто представьте, ну, допустим, тут бы было бы педофилию, я не знаю, убийство людей. Второе. Не уважает подписчиков, не уважает, э, бывших моддеров группы элитные хаоситы. Да я вам в рот всем дал бы, вы бывшие моддеры. Что я вас вообще уважать-то должен? Бля, вот доебались до типа-то, бля, я не знаю, это просто пьес какой-то, бля, мне его просто жалко, он сам ничего не высказывает на эту тему. Ну, мы? Ну, я вот думаю, ну, Винди, ну, добрейшей души человек, блядь, ну, сколько ему там, ну, тридцатка ему уже, наверное, по-любому. Про снимает летсплей, никому плохо не делает, все забавно, все классно. Блядь, да ебался, блядь, кто-то нахуй. Ну, ладно, давайте читать. Начнем с первого. Да, Андрей оправдывает педофайлс, объясняя это тем, цитирую, они не виноваты, что хотят детей, как геи и лезби. Скрины будут ниже, а также, если бы педофайлс была нормой, тогда бы дети удобряли. Ща и так 13-летний и ебутка вовсю. Так, добавлю от себя, наверное, он и сам педофил в моральном плане сексуализирует детей, но кто знает. Вот это, на самом деле, они не виноваты, что хотят, как, блядь, это пиздец, шо это-то за хуйня, это полная хуйня, блядь, понимаете, вот если это реально так, это полная хуйня, я это осуждаю, то есть не виноват. Сравнить, конечно, типов, которые детей ебут с теми, что мужчины с мужчинами, а женщины с женщинами, но это ебут, как сильное. Как бы проблема-то в том, что у детей нет выбора, а может и есть, но у тебя не должно быть такого, понимаете, то есть, ну, ты вообще не должен, в принципе, никак, где-то в сторону детей смотреть, в половом плане, естественно, как бы ты, ну, ты не должен, это морально, это уголовно наказуемо, ну, как бы вот, а за то, что ты там мужчина с мужчиной, поедешься, да это не уголовно наказуемо, что за сравнения какие-то дебильные. Так, добавлю от тебя, наверное, он сам педофил, в моральном плане, не, вот это хорошо, конечно, добавлю от себя, наверное, он и сам педофил, не, ну, о чем, ну, хули не докидывай, ну, наверное, ну, мы же в суде, наверное, это он, все, дело закрыто, ну, это, он, она сказала, ладно, идем дальше. Так, какой-то, Игорь Матвеев, потом, даже если, они, что хотят детей, как гей и лесби, дети их не хотят, а вот тут спорно, во-первых, некоторые гей и лесби делают это почти насильно, не насилуют, но насчазывают, скажем так, ориентацию, а во-вторых, некоторым детям это нравится, и в-третьих, даже если так, если бы, что, если это так, если бы педофилией была нормой, тогда и дети бы одобрялись, а и так 13-летний, я что-то не понял, да, можно сказать, что вот это вот сообщение, вот это, конкретно вот это сообщение, да, то есть они не рады, что хотят детей, вот, оно звучит худьба, но, почему нам не предоставили полностью переписку, потому что вторая часть сообщения, вот здесь, чел просто договаривает что-то, и я не понимаю, к чему он это говорит, 19-й год, 19-й год ничем не спасет, потому что если ему 30-й, то у нас момент, когда ему было в 19-м году, ну, то есть где-то ему за 20-ть уже было, то как бы уже, тупо, важен контекст, к чему и про что здесь написано, в-третьих, даже если так, если бы везлили была нормой, тогда и есть, и дети бы одобрялись, и так, я не понял, я вот не понимаю это сообщение, так что раз принимаем одних, логично, что рано или поздно захотят принять других, я понял, к чему он это говорит, я такую теорию выдвигал, если что, давным-давно, что типа, вот там типа на западе, очень сильно пропагандируют, типа, что норма, там детям, короче, забивают в голову то, что типа, они могут выбирать, кем они могут быть, и чел пытается донести, что был какой-то вопрос недавно, чуть ли не месяц, три назад, или, я где-то слышал, что типа, в какой-то стране хотят, ну, ввести нормализацию педофилии, потому что педофилов тоже оскорбляет, что они тоже меньшинство, и чел проводит аналогию, вы можете бесконечно там типа спорить, что является отклонением, а что нет, типа, это не мое уже дело, но, если, там, с однополым союзом мне вообще как-то дописать, то в случае с педофилией, я считаю, что это абсолютно другое, его нельзя приравнивать, то есть, ты там делаешь выбор уже сформированным взрослым человеком, типа, как вам жить, и как вам ебаться, и как и что, и дальше, то есть, я осуждаю то, что там детям внедряют, то, что они могут выбрать, кем они хотят быть, я считаю, что человек, как бы, у нас такого нет в РФ, важно учитывать, но пусть человек выбирает сам, когда станет совершеннолетним, если он хочет, мне это не нравится, типа, да, я так сразу скажу, но это не мое дело, чем тебе с детства будут вдалбливать, что ты можешь стать этим, этим, тем, как угодно, но это не одно и то же, что педофил, как бы, важно учитывать то, что сообщению еще, кстати, лет, сука, сколько, лет шесть, нет, пять, пять лет, так, было много ситуаций, второе, я их попался, да, это пять, второе, было много ситуаций, когда бывшие модные участники, элитные хаоситы, были виноваты в ситуации, а может и нет, и писали извинения ему, на что Андрей отреагировал, добей ее, меня зацепил, на тот, тоже точно меньше будет, но зато, можно не волноваться, и че? Элитные хаосы какие-то, я в шоке, вы понимаете, что чела обвиняют сейчас, в одном посте, в одобрении педофилии, а затем, ну, какую-то жижу пишут, про каких-то, пойми кого, ну, мне вообще поебать, ну, любому нормальному человеку, будет абсолютно поебать, это ваше, блядь, взаимодействие, Лиза Коваль, Андрюша, хуюша, в Индии, это все, идите на... И вообще с этим, взяла, или взял, и обвинил человеку, в одобрении педофилии, предоставив нам, вырванные из контекста, какие-то сообщения, то есть, мне хочется смотреть всю переписку, потому что очевидно, что люди обсуждали меньшинство нам. Факт, ну, мне же ни одному показалось, что по последнему сообщению, то есть, нам переслали начало, где он говорит, ну, типа, вот, что в начале видно, даже они не виноваты, что хотят детей, нам пересылают с этого, а заканчивается все тем, что если для одних норма, то рано или поздно станет вторая норма, то есть, соответственно, скорее всего, они общались по поводу меньшинства, и в такие важные моменты, когда ты хуй путала, предоставляешь пруфы и обвиняешь человека в одобрении педофилией, тебе требуется предоставить всю переписку, чтобы это было железно, а не кусочек, и сейчас вырвут, наверное, то, что я одобряю Винди, который одобряет педофилию, поэтому я сам педофил, я бы каждого педофила сажал бы на пожизненное и яйца предварительно, кастрировал, ну, чтобы все, типа, я считаю, что для педофилов нужна, ну, требуется кастрация, я серьезно вам говорю, вот не согласен? Так, цитирую, добей ее, ну, и модеры, такие, как Лиза Коболи, другие тоже самые, как Андрей, но об этом позже, добавлю от себя, вы прекрасно видите, что Андрей давит морально с помощью своих модеров, чтобы они еще истинно просили прощения, но сам же не может ситуацию разобрать, потому что борется желание послать их на... Уважаемый, кто помидор пост писал? Какой-то Клоди, там, или какая-то намика, вот это вот, я просто заявляю, что я вас всех ебал в рот, просто официально, идите на... Я вас ебал в задницу и в рот, я вас... Извините, поражал, рейдеры, сейчас не очень, наверное, красиво со стороны это выглядит, вам просто надо было чуть раньше прийти, чтобы понимать, почему у меня жопа сгорела, ладно, так уж и быть, я прочитаю еще раз, чтобы все были в контексте, два года назад, они уже пытались на него напи***ть, отправляли мне донат к теме того, что разоблачение на Минди, как он сильно там, типа, попрался, и было разоблачение, вы можете найти этот видос и посмотреть, кстати, чтобы ознакомиться, кто это, и почему они так делают, год назад, почти лям просмотров, держу в курсе, чтоб вы знали, в этом видосе, вот конкретно в этом, я иду с ними в дискор, зову всех, и мы им просто в рот там напи***ваем, в чем причина была, я уже честно не помню, скорее всего, там они ввели на то, что были договоренности с работодателем, допустим, работодатель, это видос, он давал денежку, где-то, где-то работают, то есть оплачивается, допустим, мы с вами договоримся на то, что я даю вам 3500 рублей за вашу рисунок, и вы такие, окей, вы можете говорить, мало, много, это не важно, вы сказали окей, на все условия вы согласились, скажите, пожалуйста, имеет ли право художник, после того, как договорился на условия, и получил свою выплату на обговоренных условиях, выебаться, что ему дают мало, и что Винди хуйос, нет, вот тут мы им и напихали за это, и там мы им объясняем, если тебе было мало, так не надо заниматься этим, уйди с этой работы, и все, мы это пытались донести, после этого видоса, спустя год, 24 февраля, некая Виктория, я надеюсь, ты это слышишь, надеюсь, ты опять не впадешь в депрессию, не обвинишь меня, какой я хуй, потому что, видимо, ты не можешь успокоиться со своими ребятами, может, это и не ты, но вот чувствуются, ручки одни и те же это делали, кстати, аргументируя это тем, что я скидываю эту переписку, Макс смотрит, потому что, ну, когда на почту тебе пишут, там пишут от кого, Макс мне говорит, я с ней как раз таки разговаривал, а значит, что это ты, ну, я как бы склонен верить Максу, если честно, значит, 24 февраля, 24 года, сообщение звучит так, я зачитаю ее полностью, чтобы вас жопу порвало, а у вас жопу порвет, потому что, когда я сообщение читал, у меня у самого жопа подлетело, зачем надо было гнобить меня с твоим, сожителями по разуму в дискорде, и одобрять унижение страны твоего чата, ты знал, что я не популярна, и прекрасно понимал, что гнобишь несколько месяцев, а не пару недель, как сказал Лагода и Легвин, можешь сломать мне психику и желание развиваться хоть где-то из популярных сфер, твои малолетние придурки в чате писали и моим знакомым и ху**или меня в комментариях, я это б**ть осуждаю, если кому-то не пол, кто-то пошел реально там издеваться над ней, я это осуждаю и не поддерживаю, знаете, так, несколько месяцев, а не пару недель, как сказал Лагода и Легвин, может на б**ть мне сломать психику и желание развиваться хоть где-то из популярных сфер, твои малолетние придурки писали моим знакомых в комментариях ты даже не пытался понять что там написано в письме ибо тебе было абсолютно чтобы завести себе контента и поржать над детьми и идея да даже дети сука и что что ты дети алло ты влезаешь на поле где не возишь нету понятия дети прикрываться фразой я ребенок это не будет работать ты ребенок до тех пор пока свои тик токи сидишь смотришь и никого не трогаешь как только ты начинаешь клеветать на взрослого человека ты уже хапаешь не как ребенок ребенок может и жизнь взрослому человеку сказать заведомо обвинив его в чем творить имей совесть и отчитываться за каждый пиздец так самое так детьми да даже дети сука нам больше 20 даже если бы попытались назвы заткнули и сказали пошли на пыль как и было к тому чтобы я не сказала ты не слушал меня люди которые пришли со мной просто перестали приводить аргументы и задавки твоего чата ты тоже раньше реагировал когда я хоть раз что-то хейтил по моему сужению меня чат это чисто типочки не было у меня хейта ни разу ну ладно а может и было узнает не помню отвечаю так со мной перестали приводим ты тоже раньше тебя тоже придавали и ты тоже освещал придавить предатель у тебя на стримах побудь на моем месте и вспомни какого когда тебя ненавидят замена на то что ты просил помощи ну да типа придавали ты меня точно так же одно дело когда я сам себе внушил что меня предали другое дело когда реально предали но как бы и ты не относишься как бы к здоровью тебя же никто не предали вы согласились на условия вы и хапнули не нравилось что уходите с работы все вы согласились на условия все вопросов нет тут никак вообще не юридически не по-человечески блять никак тут все правильно это вы не правы вам оказалось мало вы же договорились на условиях единственное что я сделала это пережила все это дерьмо очень тяжело хотя я просто отправила письмо а не писала его сама одна от силы была первая строка и да я знал андрей лично поэтому и пошла в дискорд чтобы хоть как-то что-то сказать и спасти ужас и пи***ц но не получилось я не хочу жалости к себе я просто скажу что одному человеку один его момент жизни ты поломал и мне жаль людей которые могут попросить у тебя помощи поэтому запросто могут оказаться в моей ситуации ну типа и чего реально я тоже думаю и чтоб поломал жизнь бедная это херово дать и как бы человеку реально можно сломать жизнь это очень грустно будет да то есть но как бы это уже не моя проблема будет я же еще раз говорю чел на пизду выкатал вот такой пост который мы читали в этом видосе все есть опять же можете посмотреть это первая часть ее надо смотреть до части со синтом то очень важно тогда контекст ведь сложится короче это спин-офф но про ту же вселенную поняли так вот далее чё там нет правда момент жизни ты поломал и не жаль люди которые могут попросить у тебя помощи потому запросто могут оказаться мать от меня у тебя ничего не изменится и по стрима ты забыл совсем о том что было но если открешься на письмо значит не зря его написала меня удивило что вы его подготовили я готовились и сделали то что могли и к чему готовиться к экзаменам или защите диплома нельзя просто спокойно поговорить и разойтись нет мы поступаем как моральные уроды давя на людей у кого нет ни аудитории и ответят ответить не смогут а если ответят заходит все всегда возвращается надеюсь ты пойдешь точно такую ситуацию как у меня так что стримить не хотелось годами у меня не будет такой ситуации я пока нет мне мой чат скажет в чем я не прав а вы же сукас бореча фанатиков отбитых на другую жопу лежите в одном мнении сходитесь и считаете что то что вы делаете людей кто вне контекста они слушают это впервые они как убить вы живете для того чтобы нагадить человеку я не знаю что может быть потолок и по полезней чем жить ради того это же это же фанатизм это сталкерство как это какая-то секта я не знаю как это назвать да 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 слышь бля но я не знаю что за кибербуллик она но я не знаю отключи интернет я готов с вами тоже выйти в дискорд есть сейчас опять может второй заезд но я сомневаюсь что вы пойдете сейчас опять вам накидают за шиворот я понимаю у меня я понимаю что имел ввиду хешусь когда творится с тобой даже не разобраться на и полоумный грей и начинаешь держать своими словами боже не прям я не знаю я какая-то сатана судя по всему да это сатана я прям приятно я чёрт какой-то знаете я самый худший человек мне рожек не хватает только ну там вот чел и север на этом месте скоро рога вырежут вот и завышу это хулигон для рогов как я стал виноват в делах которые не совершал вот видите стиль стиль общения манера письма обращайте внимание где объявляют заодно а потом все в кучу летит ровно так же как и здесь все в кучу так дальше декорация Продолжение следует... 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 Так же, как и я. Представьте, ебанцы, блядь, в этот момент. Бля, окей, умный человек наступит на грабли, получит въебало. Такой думает, нахуй мне тут лежат, а я пидору. Но тупой человек наступит на грабли, отойдет. И второй раз на те же грабли наступит и опять въебало получит. Это не все вокруг вы, после стримера и зрителей. Это вы, придурки, ебанцы. Запомните, если ты ходишь, и весь мир кажется, что люди все ебанцы, Так, может, проблем не в людях, а в тебе? Короче, тот же пруф, пруф еще один. Да, 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 да. Ребят, Винди накручивает зрителей. Все, я очень разочаровался. Ладно, одобрять педофилию, но вот с накруткой, это вот вверх для меня. Я такой... Что за пигцер? Это сарказм, если что. Одумайтесь, дорогие. Некоторые говорят, что это фейк, и таким образом хейтер Андрея хотят его закопать. Но он уже сам себе яму роет для своей репутации и статистики канала. У меня все. Бля, ебать, как пафосно написано было. Опа, на. Так, Екатерина Медульна, что там по Асабу Тамайлу. У нее или у него, что-то, неважно. Но мне Макс сегодня предоставил о том, что действительно там был какой-то скрин. И мне Макс что-то какие-то темы скинул. Я не знаю, можно ли это показать. Наверное, можно. Что у Виндяя реально есть какой-то мудрадок, который реально там до девочек малолетних докапывался. Это, ну, грубо, грубо, грубо. Это реально. Но это вывернуто так, как будто бы это Андрей. Ну, раз, значит, у него админ паблика так делал, значит, это Андрей вот так. Но, а потом, у меня точно такая же ситуация была. Был мне один модератор, который так вот делал. Ник Илья. Я когда узнал, что он там 14-летнюю девочку просит, кошки скинули, я в моменте, я моментально его везде снял, моментально его забанил. И, как бы, если я обнаружу, что мои модераторы действительно этим занимаются, я не знаю, кидайте там модераторы подписчицам что угодно, если они совершеннолетние. Пусть они вам что угодно кидают, то есть совершенно нет, если это дети, я вас... Просто таким не занимаюсь. Есть какой-то телеграмм. Нет. Я должен на него посмотреть. Я думаю, вы знаете, что я говорю. Я должен зайти туда и посмотреть. Это ИТГ. С какого момента, смотри, тут вообще пи***а какая-то происходит. Бля, там постов надрочено, я вам серьёзно говорю. Там, походу, уже пошла какая-то реакция. Тряска. Закреп. Ага, понял. Так, насчёт всей ситуации от лица Леры. Кто такой Лера? Я не знаю, с какого момента мне, ну, начать читать. Так, у меня нечем. Смарно, именно сзади экрана. Я вам просто сейчас дал. Голосовые Леры. Надеюсь, всё будет слышно. Кто в гости? Кто в гости приехал? Какая Лера? Я не помню. Двадцатка такая наивная, это вообще. Я, я, я просто, ну, такой человек, самовая. Вот, дальше я. Где она рассказывала именно, что это было, в принципе. Это она же, нет? Это она же. Как давно вы не знали, что за Винди всё делают другие? Люблю сосать. Так что просит? Я понимаю. Ты, кстати, мне писала, да, по-моему, что ты любишь сосать отчиму? Или нет? Или я отчиму? Кто-то там любил сосать, короче. Плохая пуссия. Она, я, 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 я. Нет, первый день был. Нет, 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 нет. Вот. Наши собрали. Ну, сняги, это не столь. Ну, совсем не столь, что мы там ударили, блядь. Ну, покой. Вот. А потом, на следующий день, это будет просто полный пиздец, потому что... Ну, блин, посчитали... Ну, он посчитал нас, видимо, с фатрой рабочей силой. Он почему-то сидел и пальцы-пальцы там ударит. Мы там все там со стола, там, все убирали, там, посуду мыли. Мы еще не помним. Ну, что? И я все, и я, 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 я. Это не столь, и я, 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 я. Ну, и че? Ну, и приехала какая-то женщина, гости, ну, оставили гератку убралась. Львы, ёпс, а че, че такого-то в этом? Я вообще, когда в Синту приезжаю, меня Нелли заставляет в мусор, как гигантский. Это не шутка. Все, кто приезжает в мусор, выносит мусор вот таких вот. Реально, блядь, не шутка. Блядь, гостя, понимаете? Гости вообще так и не поступают. Они, вот еще и хозяева вообще так и поступают. Они, обслужившие гости, 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 они сидят у тебя в гостях. И только если они... Слышь, ты... Алло, в гостях не принято. Если гость насрал, гость может убирать, нахуй. Это правила дома. Правила дома у всех разные, нахуй. Схуеть, ты вообще, ты решила, что кто-то там что-то не обязан? У кого-то не обязан, у кого-то будешь обязан, у кого-то в ботинках будешь ходить, у кого-то, сука, в носках. Слышишь свою помощь, тогда ты либо принимаешь эту помощь, либо говоришь, нет, я отправлюсь сам. Так, адаплатно люди себя вступают. Вот. А не так, что люди приезжают, а ты заставляешь меня. О, ну не помню, ну такой, что, типа, вот видишь, Слата помыла посуду, а ты пальцы от мальчика ударила. Типа, тебе нечем расплатиться мне за моё гостеприимство. Да какой нахуй гостеприимство? Ты вообще, да... А, не, не за моё гостеприимство. Да, я, может, ебутку какой-то или чё, я не понимаю. То есть он их, типа, прописал у себя, чтобы они там жили. Так они по факту обязаны, блядь, как-то оплачивать своё жильё. Либо работы, либо тебя не обязаны, тогда можно не убирать. Бля, ну либо натуры, но это я осуждаю. Чё ты мне только дом не драйки, я такая ступа. Тебя еще не может понять, не сын. Я себе недовольный, у***ши, на самом деле. Из-за отель тогда, ёпта. Чё за потребляцкое отношение, бля, я не помню. Где все чё-то тем-то, чем-то тебе обязаны, а ты не хуйня. И себе, ёпта, назад тогда. Да хуйня, чё ты хочешь, бля, не хуйня, вы***куется ещё. Я сказала, а зря, что не сказала. Я думаю, что, что была бы я батарея на тот момент, я бы ему раньше сказал. Бля, да тут клуб, клуб всех смелых после того, как что-то произошло, поняли? Тут клуб после драки, надо назвать, а не какой-то капли адекватности. Назови свой ТГ после драки. Вот это разъёб. Где, вот в тот момент, я бы так сделала. Вот и все истории такие, я бы так вот сделала. Вот, ещё помню момент, что, допустим, мы заказывали роллы. И он такой, я расплачиваться не буду за роллы. Потому что у меня вы в гостях, вы у меня живёте. И, типа, а это, расплачиваться будете только вы за роллы. Но я и жрать буду. Там он за роллы. То, что ты не делаешь, не убираешь и не платишь за своё жильё. Сидишь на, я не делаешь. Твоя посылка при этом убрала тайны. Например, помыла за собой. То, какого? Ты вообще должен платить, если вы никак не расплачиваетесь. Типа, что за дурка, бля, я не знаю, ребят, то ли я, может, е-толи что. Я попросил так, просто не так. Ну, если мне это попросит, естественно. Типа, если принято так, я помою на самой тарелке. Но никаких сложностей нет. Я не воспринимаю это как, пи-ц, работа на чё. Я с этой тарелки поел. Я должен с неё помыть. Если меня попросят, я это сделаю. Сам, конечно, я инициативу не применю. Я не буду выехать, потому что я вот, там, тарелку мыла. потому что мне сказали бля ты бедная слышишь может быть ты тогда научишься действовать по ситуации исходя из финансовой составляющей своей но то есть если у тебя нету денег возможно не стоило роллы заказывать который overprice возможно стоило скинуться всем и купить еду в холодильник и самой приготовить для я в аху и вообще слышите но это просто какой-то я не знаю никто не обязан ему готовить ты можешь себе приготовить если хочешь есть если ты на и у тебя нет денег на то чтоб куда приехать может и да не будешь ездить если бы у всех были деньги люди бы вообще разъездились по всему блядь учит как я не знаю я я тоже хочу бмв но у меня денег нет у нас нет денег но мы хотим но удобно я вам говорю это вся та же тусовка которая была очень недовольна за то что им платят меньше хотя договаривались они за определенное количество денег оплаченных и в индии исполнял свои обязанности на что люди посчитали что это мало потом и такие все носки себе просто не но я их представил когда не на работу пойдут типа а я хочу за 40 и урод хорошо что я на работу хожу каждый день на свой балкон с кровати встаю и иду на работу включать стрим просто ну какой-то сюр за пиццу и за роллы денег урод я баночку но ему жвачку пилосукой блядь не платил и чё блядь потому что я блядь все вещи люди адекватные нормально Я могу, может быть, поискать, но чуть позже, потому что я собиралась у меня на работе. Я заодно буду поездить на эту работу. Очень интересно, что это работа по помощи. Если я не смогу поискать сообщения, то, наверное, за то, что я могу поискать. Короче, это происходило с ума сучать через Лизу, потому что на тот момент, как я пообещал, что я пообещал, что я пообещал модерн, потому что, типа, нам как было... Бля, как хорошо, что у меня модеры не уебаны. У меня половина модеров вообще бесплатно сидят, а зарплату получают все несправедливую и разную. На любой выебан, я говорю, не нравится, дуй нахуй, типа, всё справедливо. Понимаете? У меня Воки вообще хуй получает, вот столичка. А знаете почему? Потому что я не планировал ему платить, блядь. Ну, сука, так вышло, что я его тоже посадил, но он там копейку получает. Да кули он школьник, что-нибудь там. Старость, это то, что мы как друзья ему помогали. Этот год еще такой... Ну, не на этот, естественно, был бы... Вот, а на тот момент, когда я у него модерн была, я не помню. Где-то лет пять назад. Он пообещал три премии, раз мы с ним работали. Мы такие друзьяшки и всё. Первое правило успешного ведения всего, я надеюсь, у меня есть люди, у которых там какой-то бизнес или своё дело, или проекты какие-то. То есть, я думаю, вы понимаете о том, что я хочу сейчас сказать. Умение разделять рабочие и дружеские отношения, это пит-то с какой важный перк. Если у вас всё идёт в одну кучу, рабочие отношения и дружеские, чаще всего, ну, это пиздец будет у вас. Нельзя совмещать не работу и дружбу, и нельзя совмещать и работу, и отношения. Это очень важно. Собственно, с какого момента кто-то промониторировал, кто-то подскажет? Типа, что с этими вообще-то слышим? Вот момент, где он выгонял Настю, просто Настя, и он очень аккуратительно, просто безуваженно. Настя рассказала, что он даже к ней относился, как к работе, ну, типа, он ей сказал, типа, вот ты у меня переночуешь, за это за счёт того, что ты вообще в курсе мне приготовишь учё-то, а типа, ты будешь не готовить? Я вот смотрю до этого Леру, слышь, Лер, я тебе буду, слышь, ну, там где-то тысяч, ну, 30 платить. Но надо будет, слышь, там, приезжать по утрам и просто мне готовить, реально. Да, бля, наверное, даже платить тебе не буду, просто на лоб тебе харкну, бля, и всё. Я думаю, на, попей вот так. Слышь, просто там полы подместить, чё-то там приготовить нам с Алинкой, с моей женщиной, можешь замутить, реально? Нытьё, ебанное, ладно, я согласен. Да это не к вам, мне неинтересно, мне интересна Лера. То есть, ну, это сколько нужно, бля, раз, приехать и полы помыть, чтобы понять, что, ёб твою мать, какую, ну, ебан, и опять ехать, типа, ну, это же, плюс вайп. Это же самый лучший работник. Ведь вы-то развоёбаетесь ещё. Просто, ну, а конкретно это Лера, она всё то готовит, то ещё, ну, вы ехывается, блядь, потом, но, сука, делает, понимаете? Это как чихуахуа, понимаете? Она скалится, но, сука, всё равно слушается иногда. Я не знаю, слышь, Андрюх, я тебе что-то уже даже завидовать начал, я не помню, почему у тебя девочки, блядь, три на квартире, блядь, это же вообще какой-то мясо, какой-то гарем, ни хуя себе, блядь, вообще. Я бы так же хотел, но у меня, правда, отношения, но, если у меня их не будет, блядь, замутить, может, такое, да, блядь, даже, я спать ни с кем не буду, у меня просто будут женщины работать по дому. Я просто буду приходить свои носки, блядь, мужланские, разбрасывать, пусть убирают, пусть роллы заказывают за свой счёт, я буду приходить такой, всё, нахуй, вот так, руку в трусы в майке засаленной буду так кидать. Ну это ебанежий, Андрюха просто жизнь познал, реально, я ему даже завидую в этом плане. Адекват? Кто я? Я нет, я не адек. Ну ещё мы спать ложимся, всё, давай. Да, я понял про Лизовского, я прочитал, хорошо, я с ним разговаривал. Даже если хозяева ложатся спать, они вот так грубо... Хозяева ложатся спать, так это ещё какие-то хозяева. Гостей не выгоняют, они вот так вот, грубо гостей не выгоняют, надо выгонять, ну, вообще, не выгонять, а вежливо попросить намекнуть гостям о том, что, типа, ну, мы сейчас спать ложимся. Слышь, ёпта, если ты в моём доме, я тебя хоть палкой в... дам, нахуй, иди отсюда, блядь. Я решаю в своём доме, как правильно будет. Я осуждаю насилие, это сейчас просто прям, ну, как... Я так просто прикол вкинул. Но я решаю, как и что мне говорить, ясно, в моём нахуй доме. Хочу, нахуй тебя послал, ты можешь у себя дома делать, тоже, что хочешь. Вообще, твоё право, шефу гостей не ходим. Вот, и зипа, и ещё такой, и тогда уже, ну, до гостей адекватно для тебя, что, ну, тебе, надо вставаться и уходить. Хозяева какие-то, что не выгоняются. Лера, походу, и уходя его убирается. Мы же с собой, давай, мы тебе, вызовем такси, и что такое, они так, что типа валидовая отчуда. Давайте вызовем такси, не хуй, осечь, ещё чё, типа, слышь, может тебе и кварплату тебя платить, слышь? Давай, мне тебе вызовем такси, уезжай, давай, нормально, ёпт. Я тебе, слышь, 30 гривен, б**ть, на метро дам, б**ть, 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 чё за п**ец вообще реально? Ты тебе, нет, чё? Б**ть, п**дец, человеку 30 лет, и он не может банально понять о том, что нужно, ну, немножко так, хоть за себя платить, а не жить за чужой счёт. Плюсом, учитывая то, что... Ты ещё плачешь, что? С ютуба тогда получал, ну, нехилые бабки, в то время как, вот, модеры, там, работали на трёх работах. Типа, чё, мог спокойно за себя платить. Услышь, голосовое хоть один лайк. Даже у меня на прическе люди начали кидать смайлики плачущие. Ну, как, ты, типа, голосовому сообщению? Кему было п**к, он за чужой счёт поезд, и... Б**ть, я не понял, тут будет разгон по поводу того, что кто-то там педофил, или нет? Я что-то не понимаю, что... Типа, я такая, типа, еду вечером. Ой. Я не еду, типа, что мне это, что мне это, что мне это... Ну, там, как-то так... Не хочет, ну, там, не хочет, пришло, ну, просто. ЖК! 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 Сеня, сука, звались на путь! Аланчик, успокойся, братишка! Сеня, сука, звались на путь! сеня сеню чмырят все блин бедный сеня жалко конечно его аудитории усе не аудитории нету чтобы ответить на 1000 человек там практически шеста два но ничего братишкин ступится за день завалитесь вы все советую лучше защиты от попадения укусил собак на короче какая-то где кого я я не какая-то может быть должна идти от просто реально не пойму о ну что это подавили не верили пупом в андрея я так понял что да кто-то какой-то член скинул видимо но если кто-то какой-то член это был не андрей значит к андрею вопросов быть не должно потому что это скинул не андрей да и короче сейчас кинта открою тут все запущен как дургом происходит и скин я лучше у него сейчас гляну ну вот мне маг как хочешь я тоже уже сфоткалась ха-ха-ха-ха я как могу о май ты мог шею косплей слова сейчас такое расскажу группе то лучше спасения я себе телефона морозе положила на грудь но идеально у меня он аж оттаял яхт и процент понимаем уж какой тролли-плей двух дебилов 12 лет я поймем ты что я конечно дала мне грудь пожмякать хах это к слову очень расслабляет ахах ахаха но для первых человек а для второго блядь ой это писюнь похоже пусть и внизу они не писюн ощущение пипец приятные мяк что за пи так дальше но это все что мне макс предоставил так значит получается вот этому типу какая-то 14-летняя дала бы грудь пожмякать во первых стоящих женщин именно у женщин не требуется разрешение она всегда сама готова дать группу дать пожар это какой-то дети но если у винди такой модератор был который писюнку девочка малолетним кидал то опять же требуется просто везде можно потому что хотел не должен ассоциироваться с типом но никакое отношение к люди не имеют они против группу пишут или уже обсасывать эту тему не и нормально ситуацию идите на шерк лишь разводите а по факту сказать я не можете копайте чужом белье ну сука все это белье даже не закидывали чтобы вы ее алло кто это пишет а ты типа не тоже самое делаешь его иронично да как-то получилось написать ваш больше всех беспокоит чего там винди то делал правильно уже все архивы подняли кто когда сидел у него дома кто мы когда тарелки просто фрики отбиты их не нравится это копаться что еще делать примером если они не могут сделать себе контент клоди братишка завали свои я тебя предупреждаю алан пишет что он запустит ядерку алан я сейчас донесу на органы какие-нибудь в д.с. она ко мне в д.с. и к фрикам типа ну я их то есть попуще какие-то сидят группа движения я выстрел не могут и чужом белье как мусор и будет просто мне очень порадовала фраза чужом белье копаться на заходишь т.г. а весь т.г. посвящен твинди просто ну то есть клоун просто клоун я не знаю их там пятеро по ходу пятеро клоунов ну это вообще прикол компашка шизов который идет т.г. пытаясь что-то там не знаю извести человеком на какие-то ответы обвиняя его в одобрении педофилии обвиняем накрутки который год назад уже было блять да то есть пытаясь колеса ставить но с них все ударами то есть ну как это происходит как так выходит что все два самая главное что ну типа обычно когда такие буквы приводят и подписываются на вашу телегу на вашей телеге просмотры подписчиков можно просто всем просто ну как так выходит я не знаю может идти позаметесь своей жили вы будете какой-то хуй страдать потоцепалки в колеса вставить так потому что за три года я не смогли сделать из нее внятную жижу цельный материально два года прошло а типы как же жевали под себя так и оставить ну то есть ну ничего вообще конструктива абсолютно что-то дернуто из контекста что-то еще что-то все та же самая история она идет эти с годом вновь вот по-хорошему сходим на пожалуйста ты к этой ситуации слышь пойдем ты готов мне в лицо тоже просто имя так говоришь иди на не окажется ли так что ты просто опять пока не расскажешь что как было вы можете втроем зайти я с вами посижу я думаю просто еще один ролик потом выйдет где-нибудь на каком я не понимаю такой вы мне можете объяснить просто одну цель вообще чтобы что детская просто кол кинуть и мы найдем на любого из вас информацию как минимум и зачем это делать не понимаю про снежную тоже вернее вы больны а я не больной то есть в чем прикол ты с андреем взаимодействовал так как ты медийный личный все он тебя боится здесь мы высказали о личном опыте взаимодействия которые просто пытаемся показать людям что его медийный образ и реальное отношение к фанатам это две разные вещи абсолютно алло хуисты как вы пишете такой пост если вы сука не фанаты вы лично общаетесь вы уже заведомо выше чем фанаты вам накончали за шиворот что дальше я не понимаю типа теперь надо человека обвинять мы просто высказываем у вас для паблик только проект сидите и в своем паблике только обстанавливать у меня видос вот где я с одной разъяснил она потом на меня видит как обиделась вы спорите каких-то офисов вы вообще не покупаете как происходит с тобой не собираюсь говорить мне хватило стрима с тем тонко как я лично ментально нестабильный человек такой стресс я нельзя подписывать бедная бедная ты слушай ты очень бедный человек на стрессе очень бедный очень никто не думает наверно ментальной составляющей сидите и заведомо обвиняете человека чем но как только про вас речь заходят так вы бедные нестабильные вы прям на месте умереть от сердечного пристава поэтому не собираюсь тебе что-то доказывать типа того ты в любом случае останешься в своей позиции нормально не разберешься смысл тогда с тобой общаться я правильно понимаю твоем манимирке ты можешь бить тебе что угодно но на тебя эмоционально нестабильный человек правильно абсолютно по что половина что вы несете это ваш личный опыт который вообще никакого отношения не имеет к тому как человек себя ведет это его право а потом когда все закончилось объединились кружок всех обиженных тоже чем-то не согласен и сидите сейчас палки в колеса суете год чел рассказывает как мыл тарелки пять лет назад это насколько поехавшим надо быть тем более я лично уже была в ds вовы где после того его аудитория правливала меня чё куда куда это делась правливала чё у меня лучше не смейте как нам это нужно так значит это ты да которая писала чтобы я там сосал блять отца своего которая такая настолько бедная и несчастная которая видимо весь твой смысл жизни это просто прибедняться и становиться жертвой удобно на самом деле слушай жалко в жизни так не работает жалко что никто не любит людей которые при удобном случае себя жертвы делают когда сами начали зубы показывать я же говорю вы огрызаться начали будьте добры за каждый пиаш который вы вы нагнали здесь второй раз кстати понести ответственность и ответить не надо говорить я бедный несчастный эмоционально нестабилен тебе стабильности хватило высрать ответь за слова я не знаю меня такое ощущение что я с детьми разговариваю но это эмоционально нестабильные люди просто максимально то есть там сконталкой точно проблемы я иначе не понимаю как можно копать начала два года блять им блять вспоминать истории которые были пять лет назад и продолжать это писать просто он поддерживает студент это вообще больная это ну хуже фанатиков не за это мне нравится пишут мне типа что у меня контента нет и сами мне его делают охуенно же то есть даже тут айкью не хватает дрема обвиняем не просто так а по делу плюс мы не угрожали ему или типа того а ну раз не угрожали всего лишь чтобы обвинили его в том что он одобряет педофилию ну раз вы не угрожали ест да лучше по угрожали вообще представляете насколько серьезное обвинение вы выкатили где из пруфов два скрина пятилетней давности вырваны из контекста вам что составила трудность всю переписку публиковать чтобы мы как зритель поняли вы года два на готовите материалы не могли найти ничего так может и нет нет я не знаю просто это плюс андрей в курсе о всем что сейчас происходит игнорирует этот факт даже вам не по ситуацию андрей ставит себя в роль того кто в душе не знает что вообще случилось он не ставит себя в роль потому что у него дети основная аудитория детям ваши пруфы они зайдут очень хорошо я его понимаю как блогера на вот это вот освещать то что вы шизу какую-то выписываете мне 26 лет мне какой-то девочки я могу сказать что нам не хватало лет назад просто не пупа и ничего точно так же как и делаете вы с каких пор какие-то слова какой-то пички блять через пятое колено становятся пруфами я 10 было ты чё ну кстати дальше ты не подумал какая-то сейчас улетела я осуждаю хотя пуля на тогда делала в квартире пять лет назад она у нас в чём ученику даже если мы пойдем все с братишки на вопросы решать конечно смешная тема я не разобрал виноват и мы ходим сами будут другие так-то пупы пускай обсасывает нам только актив на канал плюс а лайк ты просто но гениальный человек активчик тебе ё ты слышишь черный пиар тоже пиар я завтра же забуду про эту историю а ты будешь до конца жизни помнить как я тебя обозрали а так ты пить от какой прав слышь реально слышь я вкидываю не пруфы даже недавно про корги история была ни одного рука не привел ты чё у нас же принято все мне в рот смотрят пруфы не нужны и дача прям как вы кстати делаете да какой-то сарказм вот у три админа логика прилетать на танцевать с плохим состоянием здоровья моим а которая была на стриме века все я понял вот тут я жажанулся тут я признаю тут моя ошибка то века которая писала мне который ментально не здорово было как она мне писала я правильно понимаю и века была на стриме у стинта и у меня вот назад я понял что тут и в кляшках а да мне в рот лихо в этом сидите в 10 вы можете не писать между друг другом вы дайте один под какой-то от лица все пусть по плачкой зайдет на 2 по 24 года 26 о голосовое делать нечего ли я хотя это я так и знала что он был полезен после стинта и начнет это обсасывать мне очень сильно нравится когда они это осуждают а вот и сука этой хуй и два года занимаешься алло очнись хватит перекручивать одеял ты понимаешь что это контр ответ на твои вбросы этому нужно давать огласку и которые накидывают на репутацию человека должны страдать я говорю сейчас не физически в плане медийном ваше слово в медиаполе должно стоить ноль рублей и мы обязаны отреагировать так как винди наш коллега дать дорогу таким как вы поддержать вас означает что вы и дальше будете копаться и считать что вы правы вам не нравилось это действительно осуждали вы бы сказали что-то ладно это хоть но обращать на это внимание дальше не стали что блять то есть если на меня вывезет обвинение что я какой-то у меня там педофилы я покрываю педофила я чё за меня никто не должен заступиться и опасать искать что это бред алло ты в инфополе высрала ты отправила донат макс чтобы он это посмотрел ты это выставила на огромный онлайн ты написала пост к лоди ты несешь полную ответственность за каждую надпись который туда вставил ты придала огласку в публичном поле на площадке где мы все стримы если ты написал как ты можешь писать я знала что он придет конечно ты еще туда мой ник написал я просто счет я не знаю у меня реально жопа горит такая же херня была в прошлый раз сами высрали кут пришли в форт жижанулись получили ху за шиворот ушли назад прошел год опять высрали посты достали какую-то что якобы винди поддерживает фидопилию начали ее портить пришли не ко мне а пришли к стенту стент им на шиворот накидал я зашел почитать пост увидел свое имя пошел разбираться понял что это те же люди накидал за шиворот тоже я уверен что через год они опять придут и опять напишут пост это предсказуемые уебки они живут для того чтобы чтобы но это умные люди быть или нет но один раз обосрались и надо признать ну все походу надо жить дальше и там другого блогера найти занятие развиваться тащить паблик свой своим творчеством там объединение рисовать что-то делать классно участвовать везде нет можно же паблик на и про одного винди вести целый год находить еще каких-нибудь обиженных найти воспитательницу детского сада где винди воспитывался сказать да он штаны срался год год подготовки и вот такую вы высираете вы чё блин а ты вообще опять же мы этот канал создавали целью высказаться личном опыте а не создавать контент для стримеров которым нужно лишь хаба хайпится на чужих проблемах допить хайп ну ты есть честно а вы на и не хайпить и сейчас до кусочками отрывая пытаясь переубеждать других людей о том что винди не такое он сосы на кого вы подписаны вы чё несете вы сука на имени хайпитесь вы пытаетесь подрывать репутацию вы приходите своими постами к стримерам но второй раз ошиблись советую к диппинсу прийти в следующий раз в следующем году я посмотрю как он вам за шиворот накидается самое главное дает до андрея то что он никак не реагирует что его админы его люди которые у него работают до этого намагали у маленькой девочки вот это самое главное погромче говорим история вот это конкретно это я согласен и я уверен что до него это дошло из будут приняты какие-то меры потому что этот человек не должен находиться в обществе в принципе если пункт такой есть я как я говорю я сам сталкиваюсь у меня у самого модератор такой занимался при первой же кухне который складе сразу же принято что там как винди думает хз но скорее всего этот человек ближайшее время если он там есть он пропадет это первое второе потому что но это не норм касательно остального вот это меня напрягает что по остальному чувак и тут какой-то культу в вашем посте вообще написано о том что он поддерживал педофилию вы стараетесь уже хоть за что-нибудь зацепиться вы же понимаете вы шизы вы сейчас просто пытайтесь прикинуться адекватно да вам повезло вы нашли типа который реально интимки вымогал но это опять же не андрей вы пытались бить в то что он поддерживает педофилию всем столом вы пытались в накрутку бить всем фу вы пытались кинуть то что он админов не уважает всем попой и ого впервые вам везет вы нашли типа который там админ где-то на которую блять ребят простите но честно я вам скажу у меня такое отношение вот конкретно у меня понятия не имею что у меня происходит например дискорде если там главный админ выкрашают интимки блять я этого не знал да не я мне бог ну не по то что он выпрашивает не поп и на дискорд понимаете у меня помимо дискорда всяких пабликов вконтакте еще фан пабликов еще знакомых меня есть жизнь своя я физически не могу такими моментами наблюдать я сейчас не говорю что он типа это не замечает я уверен что после этого стрима до него детка зайдет если он даже не знаю но опять же вы же шизики вы живете ради того чтобы что чтобы подправить не знаю я не видел переписку я думаю что мы идем с дримером специально чтобы получить с этого охват хотя вчера вот да вчера мы абсолютно этого не делали стен зашел именно сам к нам и именно сам с нами разговаривал мы вообще здесь не причем именно в этом плане он сам с нами может быть в любом случае как бы так было был донат когда нам сказали что мы пришли от стенда я в это не поверила потому что он ну блять а зачем ему вообще в это лестит тупо блять чем даже не спросил не стенда ничего блять кто кому пришел за то пиздеть мы гора я не понял даже если я ошибся кто кому пришел это чё типа имеет какое-то отношение к тому что вы шизы и живете для того чтобы срать какое от это отношение алло имеет к тому что вы сидите и накидываете брод и сказал что небо зеленое не голубое все пи с твоим словам нельзя верить какое-то отношение имеет словно как это обнуляет то что у вас паблик посвящен ему кинт в бане ребят я не могу и даже не так тёршку с кинтур антон кинул наш тгк гений мыслей был донат скинуть не понял где там причина для пиздежана в индии предложил этим гением зайти в ds и нормально пояснить потому что у них в тг не структурированная инфа спасибо не очень стакается с ее словами кстати смотрел наш тгк канал на стриме мы уже пришли к нему в дискорд канал все но она повзрослела слышите за год она сейчас матом дерзит еще слышите да за год все-таки повзрослел чуть-чуть подумала подумала такая но это не она была но как бы я думаю они все там повзрослели за год я думаю да я реально не понимаю вовсе заняться нечем ну это смешно ну походу вам заняться мне это всегда есть чем заняться у меня в чатам всегда найдется контент понимаешь мой фанат хистишкин слышьте бля жалко хистишки не подкинули вам такой ну вещь я съестся уже все не хочу с вами муж линдив дс позовешь андрю если на стриме или вдруг слышишь меня как-то погнали раз и навсегда закроем этот вопрос потому что все вопросы без тебя постоянно поднимаются и просто своей страны расскажешь мы просто в рот им надоем в принципе все и про модера этого расскажешь в принципе я думаю на этом закончится если опять эти вонючки учет высказывать не хочу быть не актуально вообще заодно заколадимся кстати давно хотел но только у меня контактов виндя и нет к сожалению надеюсь он не забанен вроде да сюда пришел чисто чтобы нам актив понятие чем какой актив сидите соседи вот завтра который даже прежде чем какую-то хуф кинуть даже не обсудил это систем том человек который уверял что мы пошли к стенту бы чтобы да иди ты на это никакого отношения не имеет к тому что ты пукаешь со своими на админами ты слышишь я говорю вообще какое-то имеет отношение к тому что вы сидите и накидывайте инфу тайна разница типа задонатили вы или не задонатили сам факт вы накидывать продолжаете вы же глухие эти не знаю эту тему не понимая что он первый к нам пришел ты думаешь быть он вообще кажется обезьяна быстрее поймет чем владимир братишкин я уверен с уважением но обезьяна а для того что нас отчитывают неизвестно за что на вопрос как это не известно за что известно как это вас от конкретно в тебя отлетит клоди ты шпишь пост твой как это ни за что ёпт за то что мы сидеть просто создали т.г. в котором высказываю свои мысли про блогера и прикрепляли к этому скриншоты но простите что я высказываю про вас мысли просто сидел и думаю но вы скажу мысли про какой-то сборища в паблик и все ну типа кто мне запретит но вы что же высказывайте я могу высказаться что такое нет пришли как ну хватит уже их же и же словами ну хватит самое тупое то что притягивать этих же людей их же словами этой какой хайп вот ничего говорить даже не надо а ты просто вот а ты начинается какой-то пик уж предъявлять нам что мы обязаны были здесь я не знаю там на пункт на все на тут бы разъяснять аху боже бро ну что у тебя каждое слово матнуть а смотрим слушать просто неприятно реально ну хватит за пососать не хочется мы должны вот кому мне или мне кому мне пососать у меня девушка есть простите это делать наш телеграм-канал изначально был создан для другого мы просто здесь высказывали все это максимум это максимум что должно было быть мы никому не обязаны здесь по полочкам ничего разглядывать то что sting нам зашел это чист sting разглядывать по покопаться в этом грязным белье то что вова сейчас сидит какую-то обсасывать здесь нашим телеграм-канале делая на этом все просмотры ну да я я я не скрываю я реально делаю на этом просмотре я не скрываю это я даже не буду лицемером никаким я делаю на этом просмотра тем самым ваши все слова просто подвергая сомнениями других зрителей все это моя главная задача единственное в чем вы можете правы это пруф и того что его чел возможно реально просил интимки этапе все остальное это жижи и это тоже его проблемы с башкой мы здесь не обязаны для кого-то сидеть и выстраивать план к вы обязаны алло ты обязана как минимум из твоего терта на пост высрался причем в медиаполе она высралась я еще раз поясню что ты обязана пояснить я знает кто имеет отношение к этому посту но твой ник там стоит в авторстве а значит что первую очередь ответственно только ты по поводу остальных хз что задеваться мы сказали все что сказали нас позвали мы рассказали то что знали все куда нас дает непонятно нашли к чему приобраться сделали из этого мухи слона и начинается сделали из этого мухи слона и вот это вот мозгоёбство нахуй дальше дальше как эстафета от одного к другому мы еще и тоху попросим разобраться в ситуации вова давай я тебе напомню твой стрим где я у тебя была что твоя аудитория у меня всего три месяца так это ты или не ты я не понимаю вас там четверо админов или наоборот двое три месяца я была тогда у тебя на стриме я не слова про твою личность какой ну вообще не сказала про личность я на личность вообще не переходил молодец какая а вот ты это делал молодец какая что дальше я очень часто люблю переходить на личности прекрасный дел и чё дальше я типа чё плохой стал я напомнить почему тебя за хуй или те видос включить по моему ты же пришла или кто-то другой пришел мне попиздеть по поводу того что винди там что-то по деньгам кого-то чет не устраивает но я уже не буду и кто-то тоже по моему ты наверное этот пост написала да да что ж такое то на у тебя вообще что ли ничего не учит особенно твой час кто-то говорит что мы здесь разжигаем ненависть может еще яички андреев рот себе засунешь и вы тебя она в итоге пашку бедный несчастный тут вопрос не в андрея мне вообще папку какой он человек я с ним не дружу я с ним не общаюсь типа яички андреев рот я не знаю можете вы взять когда в следующий раз за квартиру не будете скидываться но то есть возможно это засчитается и тогда он будет скидываться вам на роллы то есть в любом другом случае не собираюсь вот этот я не подсасываю ему или еще чего-то я проецирую эту историю на себя если бы у меня были такие уютки глядь я бы просто развивала всех ну в инфополе естественно проблема заключается в том что это вы наклеветали на человека за что и хапнули сполна вы были неправы чё кстати вот пасту тут запустили создаешь публичный тгк выпугиваешь туда без нормальных пруфов а сейчас ночь из-за того что тебя носом твое же говно тыкают чё угораешь вас в выбрать по сто двадцать восемь точка один qap rf привлечь по-хорошему чтобы поняли что вы нет просто так пукать нельзя ну да мальчик его оклеветали но я не знаю понимаю тебе нравится что ли или чё я понятен где блять зови вообще если ты его позовешь я думаю что он не придет а если уж и придет флаг вам в руки в рот шутер какая-то постоянных в рот в рот я не знаю ты взять у тебя проблема с этим какая-то можете чтоб что-то сунуть я не знаю ты у тебя беда какая-то или привычка что это пубертат что ли мне вообще пусть андрей придет если честно просто то что тебе настолько по что ты даже об этом говоришь ты накинулся снова на наш телеграм-канал или же хотя прошлый раз или накидывались на телеграм-канал что значит снова я помню тот стрим я имею полная бля я бежал за вами сказать как мне по и что винди придет право точно также такси чистую сторону дети говорите о боже действительно мы не правы блин бедный андрей не так его жалко наверное он там плачет из-за того что мы создали телеграм-канал и скидывали да не мы вам снесем телегу и все просто действительно рыдал как сумка последняя над тем то что мы его тут сливаем бедный андрюша не вот так жал это вот так мы должны были делать или чё я понятна не выгодно будет просто сидеть и срать андрей они же блять любом случае где-то могут пересечься и потом будут просто вопрос у андрея братишками типа черт блять жестко поднимся слышишь это вообще бля боюсь я все это шутка не надо трогать этих тг пусть сидят пердят я к тому чтобы но это очень фанатизм то есть чё она там не говорит она говорит там мы вы и ты а вот ты вот ты но при этом как бы понятно для чего ведется тг канал то есть каждые посты которые я сейчас скроллил на стриме когда до рейда какой глибас не надо вот этой хуй заниматься чат алла я осуждаю вообще любые угрозы любую вот эту хуйку это ну в первую очередь характеризовывает реально стримером то есть это такого не должно быть все должно действоваться в рамках закона и человеческой морали и этики то есть ну какое надо ну что вы животные какие-то вот они животные быть они просто без всего просто накидывают и все живут ради того чтобы просто палки в колеса я же говорю у меня типа не за винди спрягаюсь меня принципе интересно и хомяков кушать мы поговорили чая тезисно вспомню чё там было можно да я спойди дам что идем мы сейчас будем ради интереса почему бы не пойти сейчас скажут типа а чё ты там очканул кого их блин меня за участка пойдем сейчас алло здравствуй так ну что там вы там хотели мне рассказать так я слушаю во первых у меня вопрос судя по всему что ты века скажи пожалуйста в чем я виноват в том что у тебя там во первых у меня у нас три админа на канале такие две вики но скажи пожалуйста ты же вика карту я вика да там значит получается кто мне написал какую-то ебатину мне на конкретно какую насчет ну насчет того видоса самого первого моральный урод я получается как и весь твой ебут чат кто это писал ну написано вика у меня даже ник в телеграме кладин они вика ли ну вика это мое настоящее имя да я понимаю что виктор и настоящее имя причем здесь это вот я спрашиваю вика карту кто это хорошо даже если это был так хорошо не высказали свое мнение касаемо тебя в чем я виноват в том что кому-то там сломалась психика вот у кого-то тогда изначально это сказал мой второй админа она говорила это конкретно про стента после стрима со стентом нет я не про это говорю я говорю про самый первый случай тем я спорде первые со мной разговаривал изначально на самом первом стриме про разоблачение когда складывается так что это твое письмо логично ты сейчас от некий письмо которое было который я тебе отправлял я тебе отправлял я писала его не я я писал его не я блять что значит я тебе отправил письмо в котором было разоблачение разоблачение андрея правильно правильно да она почту да когда ты начал говорить про это письмо говоришь это полный а полная вода я пришла с тобой поспорить насчет этой темы давайте как-то защитить людей которые это писали письмо я сама с андреем лично знакома поэтому я туда пошла просто отстоять их честь в итоге что произошло ну в итоге мы просто ни к чему особо не пришли как не пришли не пришли пришли к тому что все это хуйба надо твою почему либо мы будем сейчас с тобой первый эпизод разберем ты то есть получается год прошел а ты так и не осознала да в чем прикол был почему я должна это наверное потому что когда ты договариваешься каким-то пить работодателем все что идет после это никого не любит даже тебя не нравится это было сказано сервис и ты сейчас говоришь что ты осталась при своем мнении люди там остались на это были причины работала скажи на него я прекрасно работала дальше что с это вообще на работе работала на обычный доработал каждого человека бывает про что вот такое случается с работодателем дальше что да но она случается почему потому что вдруг тебя не устроила зарплаты кончила вы правильно изначально а я еще я вспомнил еще тегу не поставили вот что самый пикерс тегу убрали со целом то что они ушли от андрея это потому что во первых изначально они с ним общались как друзья человек просто эксплуатирует как бесплатную рабочую силу и чё оставлены на их доверие вот и все где-то по человечески просто хуй по человек даже банально не может составить как работодатель договор так ты что-то про друзей сказал что ты друзьям деньги платят за то чтобы они с тобой дружили или чё я не понимаю изначально они просто общались и дружили андрей сказал хотите у меня поработать они сказали изначально да они тогда были детьми они даже понятия мне кажется не имели о том какой договора как он составляется дальше когда они уже начали подрастать у меня нет договоров и отлично если для тебя также потом ты там кто-то меня никто не дает твои проблемы там всем доплатили ты ролик ну от мари я же жена рада если у тебя этого нет нет я говорю про винди там про информация складывается о том что вы сами пришли блять вас там пришли и жжанулись жестком вы можете посмотреть это видео еще раз ознакомиться опять остаться при своем не ты уже человек который давным-давно стримерцы для тебя то что отравит для тебя это полная для нас нет естественно когда мы туда пришли мы волновались а быть не человек стоп 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 не надо надо так слушает не 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 он же начал пить ты с них я правильно вы то андрей на нас них я не начал пить конечно вышли залили пост и пришли ко мне с донатом чтобы его почитал а ты думаешь почему мы это сделали просто так уж нам делать не скажи мне пожалуйста ну я чё-то не стакается погоди то есть вы можете так сделать в публичном поле а он не правильно или я так не могу изначально не травить андрей а просто чтобы ты адекватно оценил ситуацию адекватно оценил на личности к нему целом дашь он там идиот или кто-то еще просто не пришли ну мы пришли к выводу вас обоссали все вместе на на видосе в чате вас обоссали все ну что почему за год такая происходит опять потому что люди вот что я могу сказать ну у тебя паблик и готова полезно что-либо доказывать им бесполезно что-либо доказывать пока не чем доказывать ну чем доказывать скринами пятилетней давности отлично даже если я это отправляю какая разница даже этот тгк канал создали того чтобы мы просто рассказали свою историю с этим человеком нахуй туда лезть а чё вы два года-то рассказываете ну блять не пуху если кто-то считает что это хуй ебан я же не призываю там оставаться в этом тгк и следить не она это делая паблик тебе посвящу буду каждый день тебе писать ахуле накидывать вопрос мы прикольно пожалуйста пиши и делай паблик ты будешь рада извините а то что андрей сразу своих друзей за спиной эксплуатируя их это нормально это остается в рамках тебя и андрея андрей это все своим близким людям точно также оскверняя мое имя и имя это ты решила такая дай-ка пост напишу на 10 тысяч это не публично это не публично даже не обосрал вова и что слышишь меня что дальше это уже отдельный эпизод это отдельный эпизод мы сейчас про говорите а почему ему дается право на стриме других людей он на тебя пропитал на стриме это тоже был мой лучший друг извините я точно так же это очень интересно получается то есть или не про тебя или про кого-то ты решила написать что происходит потеряно как и не смотрел что сколько лет говорил без туда мы про меня затрагивалась тема точно так же точно сколько тебе лет скажи пожалуйста какая тебя ну сколько тебе лет просто скажи какая я просто пойму с кем я разговариваю извините но мне кажется лет 19 разговаривать не определяет его возраста нет определяет глупость и логика понимаешь то есть ты несешь какую-то тебя я говорю глупо ты точно так же ведешь себя глупо сейчас ладно хорошо пускай так и будет типа ну окей темат и почему все так ведешь потому что я во первых я изначально сказала то что тгк велся чисто на моей инициативе и моих людей просто рассказать о своей истории все то что steam туда пришел по собственному желанию между прочим ты даже в этом не разобрался ты сказал что это мы абсолютно пол и какая она продолжаете пиздец и алло мать ты написала на пост твой я напомню оправдывание педофилов алло ты слышишь что-то не я писала а почему тут написано босс писал окей хорошо пуф и твои начнутся как хранить все равно меньше отношения значит трупы твои мать и скринь твой описал богатей группы предоставила ты про педофилию лично я предоставил ты имеешь прямое отношение ответь за него сказал что он при ранее да вы обвинили человека в чем пожалуй я чего обвиняла там еще два человека сидят понимаешь я не пойму слушай какая разница массово это делали или нет вы пиздец люди могут переправить знаешь что у нас по закону типа массовая она еще более тяжко оценивается если что это никак те не оправдываю то что мы запустили его отношение к нук лгбт и педофилии что это хорошо мы об этом отвестили дальше что скажи мне пожалуйста я лично говорил о том то что он педофилию что-то что-то но твой папа педофил отлично твоя мать шлюха хорошо ну твой папа педофил вот он меня за коленку трогал мне было 9 ну дальше ну что что я сейчас буду мне опитете и пусть сядет извините ты вчитывался вообще она не вчитываться не так себе поверит твой папа педофил у меня за коленку трогать я слышу я просто сейчас паблик создам где я буду просто два года я просто буду пить и еще твой папа мне денег не давал за тоже за коленку методы хотя мы договаривались кстати и еще я ему посуду мыл я не думаю что это подлинная переписка должна быть переписка вся если ты заявляешь о том что человек относится положительно к одобрению педофилии ты должна предоставить полные пруфы вот такие полные переписки значит иди к игорю матвееву и пусть он предоставит всю переписку за конкретно эту я чё извините на суде нахожусь тут все пруфы предоставить я выставлю меня было что у тебя было вот это у тебя было это единственная выставка переписки дальше что он точно так же вырывал мои слова из контекста дальше что ты или что ты блять человек обвиняешь в одобрении педофилии ты дура или что ты читал что он писал что он писал что он писал давай хорошо иди посмотри еще раз я читаю почему 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 не полностью переписка вставлена с чего исходя из чего к чему он это написал чему переписка кусок где не виноваты что хотят они просто общались на эту тему что на тему детишек может быть игорь матвеев тоже одобряет педофилию туда где-то видео чтобы он переписка почему переписка начинается с фраза они не виноваты хорошо есть только этот фрагмент дальше до чего не может быть не быть другого вернее только этого фрагмента есть а переписка игорь матвеев скорее всего может хорошо пусть предоставит полностью хорошо не могу напиши мне в целом интересно закон за чем вы лезете в этот этом а зачем ты лезешь за чем в вы чудо лезешь тебя чем-то обидели тебя не ответили за им это что меня обидели тупо тоже к Я не живу, я не живу ради Виндии, малыш. Я? Я не живу ради Виндии. Да ты живёшь ради Виндии, у тебя паблик. Ты ради Хесуса живёшь каждый раз. У вас с ним срачи каждый день по какой-то... Блядь, тебе чё, 17 или чё, я не пойму, или 16, бро? А ты быдло, ёбаная, которая умеет только срать людей. Ладно, 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 я быдло, я быдло, я быдло. Ты сейчас, ну, типа, ответный тейк кинула, что я с Хесусом так делаю, как ты и с Виндии. Блядь, извините, если ты копаешься в наших конфликтов, называя это ху... Как ты с Андреем решаешь, оказывается, как они должны были, извините, закончить. Если бы это было, ДГК бы просто не существовало. Если бы он умел с людьми решать конфликты. Но он этого не делает, он даже сраный твой ДС, блядь, прийти не может за себя постоянно. Он принял решение просто молчать в этом конфликте. Да мне просто интересно с вами пить за каждый раз. Если ты стоят, то удовольствие побесить головой об стену. Ну зачем у тебя, аж почему у тебя постоянно побесив головой, возьми в рот, что у тебя за проблема какая-то? Вов, а ты каждый раз это, извините, на стриме говоришь, у тебя тоже проблема? Что? Когда я что сказал? Ты точно так же себя ведешь, извините. Как? Как я себя веду? Не можешь пересмотреть свои старые стримы. Старые стримы? Слушай, я в старых стримах говорил, что мне дети нравятся, кстати, осуждаю. Им, кстати, лет 10 стримам этим. Но мне там тоже 12 было. Вов, ты точно так же ведешь себя, как быдва. В любом случае, даже 10 лет назад. Какая разница, когда ты пищевал путь ты делаешь? Какое это отношение, какое отношение это имеет к тому, что вы отливитали чувак? Но ты говоришь, что я говорю там про бесси, бабушки, все остальное. Чтобы, 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 чтобы утвердить этот факт, нужны подробные пруфы. А не просто вот эта хуйня. Где это видно, что это вырвано из контекста. Я требую всю переписку. Мы это запостили. Давай, хорошо. Вы это запостили. С какой целью? Извините, она вообще в принципе с кем-то. С какой целью? С какой целью вы запостили это? С той целью, чтобы показать, как человек поистине относится к педофиле. Почему нет? То есть для тебя это поистине относится к педофиле? Я считаю, что он снес ку-то. Цель какая? Типа донести до людей что? Вов, а что ты только за эту переписку зацепился? А за другие ты не хочешь зацепиться, в принципе? Так мы сейчас все пройдемся. Мы сейчас за первые просто. У тебя такое спрос. Хорошо, а вот неинтересно тоже. У вас такой план текста, б**ть, оправдание педофилов. Гнобит участников. Интересно. Б**ть, это, извините, другие люди перезапостили с нашего ТГК. Изнасиловал соседку. Не дал конфетки. Ну я рада за тебя, насилив. Б**ть, ёптво, б**ть. Изнасиловал Кейл. Дальше. Дальше что? Слушай, ты возмужала после стента так или нет? Ты скажи, ты так же себя ввела вчера? Или позавчера, когда? Или ты сегодня такая яйца собрала, такая, давай буду выебываться. И не слушать никого. Ну ты точно так же выебываешься. Каждый раз. Ну я могу себе позволить такое. Я же не пишу. Я не понимаю, ты подземлили, что? Или ты верхомный судья? Просто я не обвиняю кого-то. Я просто не обвиняю никого, что кто-то одобряет федофилию. Б**го тебе напомнить, как ты срался с людьми точно так же. Даже из твоего 89-го сквада, б**ть. Налетай просто так на... Да пуй мне на них, ёптво, с кем я срался, б**ть. Да отлично, б**ть, мы тоже пугали тебя. А тебе не п***** на Винди тогда? Я даю право на скульсочке. Тебе не п***** на Винди, как так получается? Да, мне всё... Нет, мне не п*****. Потому что этот человек со мной общался, может быть, он был для меня важным, б**ть, потому что вы накидываете говно. Отлично, ты накидываешь говно на своих стримах, точно так же. Ты копаешься в чужом грязном белье, нахуй тебя. А ты зачем копаешь в чужом грязном белье? Потому что там и моё бельё, извините, есть. Я с этим человеком точно так же сралась. И мои переписки с ним там тоже есть, если ты не забыл. А, точнее, ты даже не видел. Ну, ты свои переписки слила, и его зачем? Ладно, потому что я решила показать то, что на самом деле это уходит. Ну, я сейчас решу, б**ть, твой ТГ слить куда-нибудь, типа, просто по приколу или что? Какой ТГ? Ну, х**ть, и что ты этим добьёшься? Ну, ты считаешь, что это правильно? Нет, ты вообще как воспитаны? А то, что я Андрея переписки выставляю. Ты как воспитана вообще? Я не понимаю. У тебя нормально, типа... Мне интересно, как ты воспитан точно так же. Я переписки не сливаю. Я не накидываю какую-то х*****ю. Я, х*****ю, ну в чём я это слышу? Б**, ты всегда так, что ты ни в чём не виноват, и никогда х*****ю какую не несёт. Ты делай, х*****ю. А в чём я-то сейчас виноват, ёпт, это я пост, что ли, писал? Я тебе в целом говорю за твоё поведение, понимаешь? Ну, ты кто? А ты кто, б**ть? Я стример. Ах, ты дальше что? Три х*****чика у меня почти. А ты кто? А дальше, если эти тримлячика у тебя отнять, ты будешь точно так же никто. Ну да, но я вот так вот вышел, что я кто-то. Я тоже кто-то, б**ть, б**ть. Да не, них**я, да не, них**я. Ты тоже для своей матери никто. Нет, я сын её. Я сын её, а ты кто? Ну, отлично. А у тебя мамы нет, походу, б**ть, суть, потому что ты несёшь. Не воспитывали тебя. У тебя пати нет, раз он тебе не спасал. Нет, у меня папа есть, у меня полноценная семья, если что. Да мне п*****в на твою семью, абсолютно. Понимаешь? А чё тебе не п*****в на Винде тогда? А чё тебе не п*****в на Хесуса тогда? точно так же частые конфликты про я что же я что же обвиняю что тесус детишек пробую такая же честно там даже не в этом случае многое что даже один в один история вообще один в один я сильно говорю хорошо почитай переписки я тоже сердцем переписки сливал вообще все астин сказал вот такую вещь то что это хуйня то что андрей сказал вот интересно почему стиль это сказал ты говоришь другое смысле я тоже сказал что это ну отлично дальше что зачем тогда ты мне предъявляешь за это в каком плане он сказал что это я не понял шаху а пруф или хоть что типа от него он а зал про педофилию это полный то что у него админы в чате извините вы выманивали интимки у 14-летней девочки это андрей виноват что ли блять это андрей у него админ почему он этого долго не снял подлинки почему мне интересно это потому что андрей на это забил он даже не дыраться взять настроить не может вообще на все что происходит так конечно далеко мы не уедем это конечно очень круто ты больная что я не знаю может быть от тебя заразил тогда не смотри стримы пожалуйста будешь никогда не включая их просто может тогда и паблик перестанешь вести а так как и тогда заразилась от меня если не смотришь трендовой сейчас разговаривать по прям только что за 5 секунд не я еще недавно я на диспансеризации был у меня все нормально я здоров отлично я не верю вправо когда да и от ты кто-то я тебя спрашиваю я стример 3 ляма у меня отлично я обычный человек который рассказывает который просто на пиел на тип классе такую ну и просто два года я на меня ты сделал дальше то что я бои на своих людей так же пустыла точно так же так все я туда что-то сказал еще раз последний в той боже но у меня-то на ну я не слышал ну и конструктива да получается ну да у тебя точно так же вов я просто не понимаю хорошо мы сделали это г.к. окей хорошо это наш а я привет я таня выйдите на пожалуйста посмотри какая-то не чертовы и ты считаешь это нормально а сюда приданем привет а нет таня таня может зайти то не знаю на я таня я таня алло века 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 это полноценный участник вчерашнюю или позу вчерашнюю не пыть я разговариваю конкретно с тобой а я айкью повысь нажми на меня пожалуйста нет она понимает кто то есть потому что у меня жопа сгорела ну честно говоря просто у меня есть очень хороший друг максим стинк я его обожаю он реально у него огромный член и вообще он секс символ ну вот я хочу просто кое-какие вещи уточнить первое ты сказала то что у максим после получать стрима максима стинка а вот эта девушка по имени вань получила психологические травмы а мне вот интересно это случаем не связано с тем что вы после блять стрима в своем телеканале на общую публику сидели я и прекрасно лично это говорила то что я спрашиваю это не связано с этим вообще нет отлично отлично то есть получается как бы то что она пришла ко мне на стриме то что если нормально общался да а унесу возможность выговориться слушал даже самые бредовые блять прикол за меня я таня если чё кстати говоря я таня я таня за стим-то если что ну вы понимаете разницу ё-моё это два разных человека а то чтобы уходить на всю свою комьюнити это не считается какое все свое комьюнити можно свое маленькое было где это было ну слушай а хорошо наши посты сразу после этого где вы пишете о том что в культае блять больше и не пускает и птина по кровать там у нас чел который инстанцент писала лично слушает от проблема вкладе тут проблема заключается в том что аккауньте и бились на весь раз вабьер сестой встой 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 также там открытие на наши сообщения поста информации до тань-тань-тань тут вопрос в том что человек сейчас говорит мне по поводу того что я понял к чему ты это сказал ла заключается в том что 1000 грешку ли он не следит за своими администраторами вопрос тогда к тебе такое какого хера и получается творение своего паблика правильно понимаю как и винди должен следить не владелец этого паблика я админ хорошо значит и все равно тоже участник опять же так же как и админ люди тоже участие получается я хочу посмотреть на тот пост который был можете мне пожалуйста его скинуть я открыл свои первые скриншоты по свои первые посты после вот этой хуке я сейчас тебе ничего открывать не буду я зашел задать несколько вопросов второе я видел там кто-то написал о том что типа вызовите спортов это какой-то ебаный рандом стик тока и ты после этого вытиралась насчет того что блять инстинкту будет уголовка потому что у меня мама полицейский я сказала про я спрашиваю я очень хочу просто я это писала потому что если я сказала то что это вдруг произойдет лучше печати потому что там а никто не будет такой таким образом ведь меня судьба так связывая с такими людьми своей мамы но если она реально работает правоохранительных органах буду ей отвечать я не знаю как у лёша вообще моделируют у себя мысли в голове но в последнее время чаще всего что вот то что уговорит это какая-то вообще шиза блять реально я конечно прошу прощения но я всегда говорил что фбк говно шок ац говно что вся любая еще российская оппозиция так говно бесполезно хотя это грубо сказано бесполезно говно это слишком грубо и я скажу так вся российская оппозиция она она не бесполезно она блять сейчас подожди надо правильно слово подобрать бессмысленно не 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 переобулся чел я давно это уже говорю давно блять давно она беспомощная вот она беспомощная бесполезно она беспомощна просто банально потому что им по отрубали все конечно ну не прямом смысле а ничего сделать не может их сделали импотент и выгнали из россии им отрубили вообще все какие-либо возможные возможности зарабатывать деньги да или как-то влиять на то что происходит в россии поэтому она просто беспомощна поэтому я как бы говорю мне плохо что там фбк что там другие это уже просто люди которые чё-то нам рассказывают зарабатывая на этом деньги я это говорил давно блять алёша я так понимаю вообще не в курсе какое у меня мнение касаемо оппозиции российской почему-то думают что фбк дефать буду там не вообще насрать я поэтому-то я это вот разоблачение от касса не смотрел двухчасовое я посмотрел пересказ почитал тогда помните я понял что фбк там кого-то наёбывает я не удивлен ну я и не удивлен я сам говорил еще задолго до касса у меня есть ощущение что фбк очень такие ну странные вот как после ну как навального не стало как его подсадили они начали как мне кажется заниматься какой-то хуйней их сейчас главная цель это не сколько что-то в россии поменять сколько просто деньги зарабатывать вот и все то есть у них приоритет сейчас это вот как-то заработать деньги там устроиться в жизни они там о себе думают вот а там оппозиция или что-то же просто контент и попытка там собирать донат или как-то зарабатывать деньги вот что я говорил последний блять два года про фбк и про остальных поэтому алёша блять что ты взял что кого-то дефать буду не при мне просто пухну реально сейчас сидеть еще это обсасывает два часа среди касса мы раньше его смотрели он одно и то же говорит 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 но сколько можно сколько можно говорить одно и тоже я лично заебался это слушать я не знаю как другие конечно но от алёша видимо не надоело это потому что но слишком уж ситуация похожа на его вот это много противоречий тогда будет появляться на стенах это не тоже прям какая-то ярая оппозиция он и не стремится куда-то там не знаю должности там прочее это как случае если там в россии что поменяется и он сможет вернуться пойдет там куда-то я не знаю в госдуму например да как из фбк там некоторые а понасенкову мне кажется тоже похуй ему это не особо то и нужно все вместе с его вот этой скамной хуйней а яшин я не знаю а яшин ну вот сейчас обменяли там яшина карамуза пока что ничего нет пока тишина какая-то я чё не сделают то ну ряд что они сделают нам ничего один сделал чилят связанный с криптой ты что блять чё ты находишь слишком уж ситуация похожа на его вот это появляться в какая ситуация похожа на что вместе своего вот этой скамной хуйней связанный с криптой блять мне на самом деле не очень хочется договорить валюш такой тупой это просто какой-то шизик реально он реально поехал крышей блять я частично видел как на него жмель реагирует тоже там сидит по пять часов блять на этого алёшу причем у я не знаю где сейчас алёша живет но вот после реакции жмеля я бы не хотел конечно у алёши были какие-то проблемы чтоб к нему там приходили потом вопросы мы задавали всякие там разные гус органы и так далее у тебя троллит зная у лёшу мне кажется реально серьезно несет сожалению а где скан так вот именно блять ну алёша объяснить этот не сможете естественно как и многие другие разоблачители я вот думаю знает блять может там вообще уже не не знаю ни мозгов ничего не осталось у тебя мозгов в принципе реально не осталось это печально наблюдать печально но я бы на это ставил что он скорее будет такой типа неоднозначно а мне по хуй господи на этих пбк абсолютно высокой колокольни у корейки почему откуда у него эта хуйня в башке кто ему насрал туда блять вместо мозгов там не знаю кал какой-то уже только остался где-то там это песня главных может быть железник такой скамши на бубе заработал я не знаю по мнению у лёши и других наверно все блять сто процентов людей должны обязаны были заработать на бубе да то есть он на есть тот человек который заработали есть там не знаю 100 человек которые не смогли заработать все значит скан почему мы не учитываем тех кто блять смог это сделать почему мы не учитываем что монета до сих пор существует почему мы не учитываем многие другие моменты но не а ну а лёша насрать чел просто не шарит в крипте не понимает как это работает юбисофт тоже скам получается да подослал крем и сказал не будет подожди о боже мой как ты будешь я обязан что ли смотреть блять прямо сейчас смотрю просто вкус нравится а лёша не понял как смотреть да мы уже давно кац не смотрим я не знаю сколько уже год больше года я вообще не понимаю как блять как люди могут воспринимать политического стримера если все что политический стример и политический стример я платил в каком мире живет нахуй я не понимаю связь между топлением за фбк и бубокоином очевидно я его если еще политический стример кто меня воспринимает как политического стримера ты дурак что ли блять с каких пор я шоу военкор хрупкий пассив за три подписку касательно политики именно вот существенное он никогда не не комментирует не смотрит ничего типа потому что блять вот это такая забавная хуйня обратите внимание ребят есть стримеры многие стримеры которые постоянно пиздят что у меня одна политика на стриме только блять и есть что политика братишки не надо блять у хэса одну только политика в итоге блять алёша политического стримера если все что касательно политики именно вот существенное он никогда не комментирует не смотрит вы можете блять определиться там нахуй стримеры я политик у меня на стриме одна политика или ее нет в итоге блять чего один грешу не одна политика другой блять жалуются на то что у меня нет политики мне ну тут алёша хотя бы правда я вот в начале стрима читаю новости и все последнее время тоже все остальное мы уже тысячу раз смотрели слышали я не знаю видели и в этом просто нет смысла постоянно одно и то же купить чтоб люди сладко слышно мне а ну нахуй нахуй каца смотреть да мы краткий пересказ почитали я понял в чем проблема у фбк я понял за что он им предъявляет и мне похуй я не дефаю фбк и я вполне себе могу принять тот факт что скорее всего кац прав но дальше что я этим фбк не доначу там у гордона командиром рдк ты стримишь политику стримил с надеждом собирал для его подписи активно оттенцировал собираешь донаты на бюджетных я фкд хорсит на роз и укр тв ты нихуя вот такой политик да чел ну ты сейчас перечислил важный реально важные моменты где я принимал какое-то участие потому что это имело какое-то значение понимают вор подписи там да по итогу как бы нихуя не получилось но тряска была и в этом и это главное понимаешь собирать донаты там на выуз беженцев это тоже важно буквально спасаем людей но все остальное тратить на это время я не то чтобы уже хочу типа мы раньше смотрели каться много и и и и и и и и но это же делает тебя политическим стримером чине нихуя абсолютно типа политическим стримеры я был бы если бы 95 процентов моего контента состоял из политики но как раз таки наоборот в последнее время последний год у нас политики не так много я развлекательный стример я понимать моя цель развлекать аудиторию а не нагружать ее какой-то хуйни вот виде вот такого конечно иногда можно что-то посмотреть интервью дудя с лебедевым или еще что-то иногда может но постоянно на этом зацикливаться зачем тем более что там постоянно зои тоже все ничего типа если это там какая-то полнейшая еботека какой-то школьник там зиганул он будет эту хуйню обсасывать на протяжении трех часов это что именно новости он имеется но когда что-то по существу что-то фундаментально важно так мы и на это тоже обратили внимание просто не смотрели два часа не до 4 часа у нас была бы реакция тогда то есть мы не потратили четыре часа на реакцию мы почитали краткий пересказ того о чем кац соответственно и стану вот это тут раскол оппозиции она уже давно расколота ебаный ты политик блять господи нахуй у лёши вместо того чтобы блять выебываться умничать голову свою включи блять она уже давно в таком состоянии что кац что фбк что другие это все ругаются спорят постоянно блять не у лёши реально у лёша какой-то швам просто то тут вообще типа даже обсуждать то нечего то есть ну понятное дело что ему не проанализировать не сказать здесь особо нечего ну блять но почему тогда такой человек чуть ли я основным политическим стримером на русской меня поражает твоя логика алёша и тот мусор что у тебя в башке сидит блять хотя не компромат выдумать и сам придумал что он политический стример и сам разгоняешь о блять держали у него среди аудитории есть умные люди реально сам придумал сам поверил сам нахуй начал разгонять сам на это же обиделся у него 15 стрима процентов максимум а так ему похуй не то что вы мне пофу я просто не вижу смысла на все это акцентировать постоянно внимание свое потому что мы изначально смотрели эти видосы кации прочее я понял что блять они все об одном и том же это все одно и то же просто пустой трёп и не более сейчас подписчик предъявил реально так вы мне кажется либо я что-то не понимаю либо это ты не понимаешь алёша ты реально не понимаешь что-то не болят мои стримы просто не смотришь но почему-то делаешь какие-то выводы понимаете нет ты не понимаешь я человек который смотрит мои стримы видимо постоянно по блять мне большая часть всей его деятельности на протяжении двух с половиной лет это политика хочу блять ты только что нахуй минуту назад говорил что я ни на что вообще внимания не обращаю в плане политики ничего не обсуждаю если большая часть если по итогу ты только что когда оппозиция была не расколота в 98 году и так даже тогда псевдодемократы в виде пукера шайгу и медвежисти дело в итоге в рот эту демократию с оппозиции от имели я отвечаю на то что им блять не говорит ну что я так-то вообще политики нет ни хера хотя меня все почему-то считают политическим теперь он говорит что у меня 90 говорите и или я где-то ошибаюсь да он себе образ на этом канал это не я блять это стримеры какого-то хуя придумали себе такой образ и люди и а их аудитория этих стримеров придумали этот образ обо мне но они ошибаются блять ну что это сука не так ты сам это сказал в начале этого и видоса а теперь блять в конце этого видоса говоришь другое стою за последние несколько лет 12 лет политику стримы гайс ссоре я его не смотрю понятно понятно короче алёша сиди касса смотри и блять не лезь нахуй к нам реально заебал уже просто пиздец так идем дальше павел дуров опять да опять опять это болгар вылезал сколько можно вообще не понимаю блин павел дуров и ирина болгар которая родила от него троих детей никогда не были парой заявил представитель дурова представляет по его словам их отношения были деловыми все эти отношения такие я чуть-чуть не совсем понимаю что значит деловые как в деловых отношениях может появиться три ребенка или сколько четыре так как я как это деловые отношения и тут на тебе три ребенка я могу и отношения кисус ты нас в предложен специально игнорируешь не надо дядя посмотри ребят они тебе репортаж с донецка давно делали если вспомнили ребят где спасибо за 137 долларов и ты ошибся наверно с донатом да спасибо огромное вахту гулять короче деловые отношения они романтические были у них болгар болгар который на тот момент была тренером дурова по йоге якобы предложил ему завести детей он согласился и родились трое детей вот так это вот это деловые отношения то есть он начал ходить на йогу она его тренировала и потом такая в один момент а давай детей заведем он такой бля погнали прям в этом же месте наверное сделали это да то есть ему рандомная женщина можно так просто предложить завести детей и он такой бля дуров реально странный человек прям вот прям прям вот реально странный чел на любую хуйню подпишется по ходу да у мистера дурова много детей он выделяет на поддержку каждого из них одинаковую сумму 10 тысяч долларов в месяц тут мало кстати добавил при